Медиагруппа «Авангард» представляет Кстати, небольшая справочка, между прочим, сокфорум, первый сокфорум был в 2016 году И тогда на этой площадке было всего, не на этой площадке, конечно, но было всего там 500 человек А сегодня, сегодня мы ждем гораздо, гораздо больше гостей Конечно, не все еще добрались по московским пробкам, не все еще приехали на метро Я вижу, как в чате идут активные обсуждения, господа, давайте пересаживайтесь скорее на метро и приезжайте на площадку И я уверена, что все-таки доберутся до нас сегодня И также я рада приветствовать тех, кто присоединился в этом году в формате онлайн Ничего страшного, да боже мой В формате онлайн Итак, сегодня мы встречаемся снова на сокфоруме И, как вы видите, гости уже подходят, собираются И я думаю, что сегодня мы поговорим с ними о том, чего они ждут вообще от сокфорума этого года Что они помнят про сокфорума предыдущих лет И вообще впечатления, ощущения и вот это все Ну, в принципе, я думаю, хватит, наверное, моего небольшого стендапа Пойдемте пообщаемся с этими скучающими людьми на регистрации Пойдем посмотрим Так Господа, здравствуйте Мы рады вас приветствовать на сокфоруме Парочка вопросов о том, а что вы, собственно, ожидаете от мероприятия этого года Я ожидаю чего-то вдохновляющего Что на весь год зарядят меня на дальнейшую деятельность в области информационной безопасности А может быть у вас есть какие-то конкретные вопросы, на которые вы бы хотели сегодня получить ответы здесь? Нет, я хотел больше пообщаться с людьми, с которыми никогда не удается встретиться в обычное время, в рабочее Ну и послушать умные мысли топ-людей Скажите по-честному, открывали ли вы программу мероприятия до того, как пришли сюда? Конечно Так, и может быть есть мероприятия, на которые вы хотите особенно попасть? Ну, на открытие непосредственно, пленарное заседание и представители регуляторов стек Какие-то вопросы, может быть, есть конкретно к встеку и... К встеку вопросов нет Ребят, спасибо вам большое, хорошего дня, всего доброго Кстати говоря, между прочим, Олег Седов уже сейчас начал свою сессию в главном зале Сегодня там проходит очень интересная дискуссия Она называется превью-дискуссия ИБ с оттенками киберпанка Между прочим, одним из участников этой дискуссии выступает Вадим Панов, писатель-фантаст Я думаю, что будет очень-очень интересно В принципе, вы можете посмотреть эту дискуссию на параллельном канале Соклайф Но лучше не переключайтесь, мы же здесь для вас стараемся, между прочим Итак, о, я вижу еще одного участника, пойдем к нему подойдем Валентин, здравствуй, да Мне в эфире категорически запрещено обниматься Так что, Валентин, расскажи, пожалуйста, твои ожидания от Сукфорума этого года Ну, первое, я уже доехал, уже хорошо Я всем желаю всем сегодня доехать А во-вторых, ну, главное, что у нас, контент Главное, чтобы было интересно, для чего мы все это делаем Чтобы люди учились, чтобы люди развивались, чтобы людям было интересно И чтобы уходили с новыми знаниями, умениями и знакомствами Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, ну, и как, кому, как не тебе знать Собственно, как Сукфорум менялся на протяжении последних пяти лет Какие ты видишь такие большие тенденции в изменениях Что можешь сказать? Сама тема стала издавлено узкопрофессиональной Ну, высокие, вот это вот все Она стала важной, широкой для рынка То есть, если мы начинали все время Это была небольшая, узкая тема Для науки узкие, узкие прослоки профессионалов, да То сейчас тематика обмена информации Выявления инцидентов, реагирования инцидентов Уже настолько проникла в саму сферу информационной кибербезопасности Что стала, пожалуй, там, наравне с двумя другими тематиками Одной из главных Собственно, это показывает и тот форум, который мы проводим Давай какое-нибудь прекрасное пожелание нам всем на ближайшие два дня Кроме как доехать через Пургу и Метель Учитесь, учитесь и еще раз учитесь Отлично, спасибо, Валентин Тебе тоже отлично в два дня Учитесь, учитесь и еще раз учитесь Это прекрасно Итак, о чему мы сегодня, собственно, можем научиться Давайте я немножечко расскажу вам, что нас ожидает по программе Например, в 10 часов у нас начнется очень интересный формат В главном зале будет проходить большая дискуссия с представителями очень важных людей И в этом году в формате соклайфа будет выступать Павел Луцик в роли комментатора Ну, вы наверняка любите футбол И вы знаете, что довольно интересно наблюдать за каким-то мероприятием, когда его комментирует умный человек Так вот, подключайтесь к соклайф в 10 часов и слушайте дискуссию и искрометные и умные комментарии Павла Луцика Дальше, что у нас еще сегодня интересного по программе В 11.40 начнется дискуссия госсопка Взаимодействовать или быть частью Среди участников НКЦКИ, Финцерт, Positive Technologies, Норильский Никель, между прочим И, 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 и Россельхозбанк Я думаю, что будет очень много интересного контента, поэтому слушайте нас А мы продолжим наше общение с участниками Кто-кто-кто-кто, как вы считаете, скучает и жаждет, чтобы у него взяли интервью Так, какие все занятые, боже мой Пойдемте Так, 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 так Вот, я вижу человек в очереди Здравствуйте Не-не-не, спасибо Хорошо, тогда, я думаю, самое время сказать пару слов об организаторах и партнерах нашего мероприятия В этом году уже, в общем-то, традиционно организаторами выступили в СТЭК России и ФСБ России СОК Форум проходит при поддержке Банка России генеральным партнером В общем-то, уже традиционно выступила компания Ростелеком Солар А все организационные и вот это вот все моменты взяла на себя компания Авангард Медиа За что всем большое спасибо Среди партнеров, на самом деле, в этом году просто огромное количество компаний, которые вы наверняка все хорошо знаете Но в целом есть и новые лица, названия, бренды Давайте посмотрим, кто у нас в этом году Компания AirVision, Positive Technologies, Лаборатория Касперского, Перспективный Мониторинг, Ангара Technologies Group, Bizon, Инфосистема Jet, Security Vision, Kiwi Business, группа компаний InnoStage выступили в роли ключевых партнеров мероприятия Ребята, без вас это мероприятие не стало бы столь масштабным Спасибо большое Так, а мы, я думаю, подойдем еще к кому-нибудь, потому что, в общем, пора общаться с людьми Здравствуйте, пока вы стоите в очереди, расскажите нам, пожалуйста, а что вы, собственно, ожидаете от прекрасного СОК Форума этого года? Как всегда, ожидаю только море позитива и новой информации А какую-то конкретную информацию, может быть, с каким-то конкретным запросом вы пришли сюда? Конечно, всегда интересно на СОК Форуме узнать позиции регуляторов Из первого лица, и, собственно, это всегда интересно и полезно Может быть, есть вопрос, который вы бы хотели задать? Давайте прямо сейчас, в прямом эфире, кстати, у нас прямой эфир Вопросов нет, есть желание услышать их точку зрения Отлично, это ваш первый СОК Форум? Нет, не первый, не первый, отлично А что вы можете сказать, ну, так вот, немножечко повспоминаем, немножечко поностальгируем Какой СОК Форум вам запомнился больше всего? Слушайте, каждый своеобразен, каждый по-своему ярок и интересен Что ж, я думаю, этот СОК Форум будет вообще просто супер-попер-класс Какое-нибудь прекрасное пожелание нам на ближайшие два дня? Ну, на ближайшие два дня, в первую очередь, это амбициозных результатов Узнать что-то новое для себя, понять точки опоры и пути движения в дальнейшем Отлично, и мы вам тоже желаем всего самого доброго Спасибо большое за время Итак, как вы видите, наши участники в целом жаждут новых знаний Они жаждут услышать позицию регулятора Ну, в общем, это, конечно, понятно И, кстати, для вас, дорогие зрители и в целом участники, кто все еще едет к нам на СОК Форум Имейте в виду, что в этом году есть возможность задать вопрос определенному спикеру через наш чат-бот Вы его можете найти в Телеграме по адресу собачка, сокфорум, нижнее подчеркивание, бот Там вы также можете посмотреть и программу мероприятия И еще раз познакомиться со списком наших партнеров И многое-многое-многое другое Но самое главное, задавайте ваши вопросы Потому что работать, когда есть обратная связь, гораздо проще А, кстати, если вы хотите что-нибудь спросить у всех этих прекрасных людей Или пожелать мне доброго утра, тоже можно написать в наш чат-бот сокфорум Итак, а мы, я думаю, продолжим знакомиться с партнерами нашего форума Cisco Systems в этом году выступил лайв-партнером Они решили сделать ставку на формат именно видео, лайва И поэтому коллеги приготовили грандиозную программу на второй день Сейчас, секундочку, я даже постараюсь ее найти На самом деле, естественно, с программой вы можете ознакомиться и на сайте Завтра практически полдня Алексей Лукацкий и Руслан Иванов будут зажигать И я думаю, вы сможете узнать много-много интересных вещей А также у них будет розыгрыш Поэтому непременно принимайте в нем участие Итак, а мы продолжаем нашу беседу Так-так-так-так Кого-кого-кого Так, а вот, посмотрите, пожалуйста Здравствуйте Подскажите, пожалуйста Это ваш первый сокфорум, на котором вы... Да-да, первый сокфорум Отлично, боже мой, мы нашли свежее лицо, новое Здорово Расскажите, пожалуйста, ваши ожидания от мероприятия Я, если честно, не знаю, чего ожидать Я первый раз в целом на конференциях, форумах нахожусь Вот от работы поехал на командировку из Магнитогорска Мы, кстати, бываем в Магнитогорске периодически на Уральском форуме Минутка рекламы, которая пройдет в этом году Ура-ура, в феврале в Магнитогорске на озере Банном Если я ничего не путаю Надеюсь, я ничего не путаю Отлично Возможно, есть какой-то вопрос Или вообще какая цель мероприятия Вашего посещения мероприятия Посетить форум, узнать много нового Вы наверняка видели огромный список партнеров на сайте мероприятий Скажите честно, вы знаете все компании, которые представлены? Честно, не все Я думаю, будет много интересного на стенде У нас на первом этаже большая выставка уважаемых вендоров и интеграторов И завтра, кстати, мы пройдемся по ним с интервью Последний вопросик Пожелаете нам чего-нибудь хорошего? Желаю вам чего-нибудь хорошего Спасибо большое вам чего-нибудь хорошего Получать ваш бейджик, да, и отличного вам форума Итак, мы снова заговорили про наших партнеров Их так много в этом году Что, боже мой, приходится снова и снова возвращаться к этому большому списку Лучше, извините, что я читаю Но запомнить это невозможно Итак, компания Информзащита в этом году выступила в статусе официального партнера Партнеры форума Компания Fortinet, Trend Micro, Tiger Optics, AlgoSec Группа компаний Mond, Checkpoint, Anomaly, T-Nable, McAfee, Asset Цифровые решения, UCSB Palo Alto Networks, IBS Platformix Группа компаний InfoWatch, PricewaterhouseCoopers, Estera InfoSecurity OOO, компания Zikurion Компания Гарда Технологии, Диалог Науки, Microfocus, Pangeo Radar, Spacebit, Ruseye, Martelecom и Stavcom И это все партнеры нашего форума Многие из вас, возможно, скажут, что О боже, эти спонсоры наверняка, они испортят весь контент мероприятия своими коммерческими докладами Я думаю, нет, потому что отбор контентной части происходит очень серьезно к этому форуму И сегодня будет максимум полезной информации А вот один из прекрасных представителей, но он убежал, к сожалению Что ж, ладно Давайте мы увидим кого-нибудь другого А вот, я думаю, прекрасный Дмитрий Гусев Здравствуйте, Дмитрий Приветствую Расскажи мне, пожалуйста, на какой вопрос ты бы хотел ответить? Из категории Контент, впечатления, воспоминания Просто поговорить или профессиональное? Просто поговорим Просто поговорим Как твои дела, Дмитрий Гусев? Но на самом деле это не все Расскажи, пожалуйста, какая главная цель у вашей компании на эти два дня? С людьми пообщаться раз Потому что все устали от дистанционки, требуют живого общения Во-вторых, послушать коллег Потому что все сидели и делали какую-то домашнюю работу Мы надеемся сегодня услышать о результатах этой работы Надеюсь, будет интересно Потом здесь, конечно, в первую очередь будут солировать наши коллеги Из перспективного мониторинга Но мы так, конечно, группа поддержки будем держать тылы Отлично Расскажи, пожалуйста, какая новость из мира информационной безопасности За последние, там, 3-6 месяцев тебя лично взбудоражило больше всего? Сложный вопрос, вот так сходу не отвечу Давай Насколько испортился, что ничего не будоражит Жуть какая Но ладно уж, сок-форум, который проходит на площадке центра международной торговли Это впервые, это удивительно и надеюсь, будет интересно Площадки, хотя тут мы все были Тут позитив проводится, мероприятие уже долгие годы Но хочется посмотреть, как здесь получится у сок-форума Я думаю, получится отлично А, кстати, мы вот сейчас очень долго обсуждали то, что у нас в этом году огромное количество партнеров Как ты думаешь, испортят они конференцию или привнесут что-то прекрасное и замечательное? Я думаю, что нет, я думаю, что появятся новые люди, которые придут с новыми вопросами, придут с новыми предложениями Поэтому думаю, что расширение пойдет только на пользу сок-форуму По крайней мере, мы, которые здесь уже стоим изначально, увидим новых лиц И все это даст нам какую-то новую пищу для размышлений И мы все станем лучше просто Ты что-то хочешь послушать из того, что заявлено в программе? Честно Или ты будешь, так сказать, нетворкингом заниматься? Я совершенно точно хочу поучаствовать Ну, по крайней мере, послушать пленарку Послушать, о чем будут говорить наши регуляторы Потому что много меняется Меняются наши регуляторы Надеюсь, сегодня услышишь что-то интересное от них Ну и, конечно, нетворкинг никуда не девается Конечно, мы будем много общаться Надеюсь, здесь встретите старых друзей Знакомьтесь с новыми людьми Отлично, Дима Спасибо всем большое Хорошего дня А я немножечко расскажу, пожалуй, знаете, о чем? О том, что вообще, в принципе, в этом году на мероприятии Зарегистрировалось огромное количество человек В этом году вас ждет 68 выступающих с докладами Это 33 часа отличного контента 6 дискуссий, 3 круглых стола И, между прочим, компания «Авангард» буквально на своих руках Донесла до сюда 50 тонн оборудования Чтобы вы, уважаемые зрители Особенно зрители Соклаева Могли насладиться атмосферой и контентом нашего мероприятия А я напоминаю вам, что на нашем мероприятии работает чат-бот Который вы можете задать любой вопрос спикеру В том числе мне Можете присылать с добрым утром Чат-бот вы можете найти по адресу в Телеграме Собачка, сок-форум, нижнее подчеркивание, бот Наверняка об этом есть информация на сайте мероприятия Если вдруг вы не запомнили И пишите, пишите Нам будет очень приятно получить от вас обратную связь И услышать ваши вопросы И я напоминаю, что уже сейчас идет превью-дискуссия С участием Олега Седова и других чудесных участников Они немножечко разогревают нас И размышляют о том, что, собственно, будет А что есть И я думаю, стоит подключиться и послушать Итак, а я думаю, к нам подошли новые лица Мы сейчас обязательно кого-нибудь поймаем И поговорим Вот, посмотрите Стоят и скучают Здравствуйте, здравствуйте Расскажите, пожалуйста Какая у вас цель? Что вас привело сюда на сок-форум? Спасибо за вопрос Я сотрудник Ростелеком Солар Поэтому цель у меня Встретить наших гостей Встретить заказчиков Встретить партнеров И посмотреть на этот форум На те стенды, которые здесь есть Это ваш первый сок-форум Или вы были на предыдущих? На предыдущих был Но это было на другой площадке Так что очень интересно Как в таких интерьерах это все разместится А как, на ваш взгляд, вообще, в принципе Поменялся рынок Поменялось отношение к теме соков Возможно, заказчики приходят С какими-то кардинально новыми Запросами, вопросами Все-таки пандемия, наверное Как-то изменила ландшафт угроза И вот это все Ну, безусловно, рынок стал более зрелым Соответственно, от простых внедрений И точечных средств защиты Естественно, хочется, так сказать Уже зонтичной защиты И поэтому мы Ну, я и мы все вместе рассчитываем Что этот интерес проявится Именно в рамках сок-форума И мы с удовольствием послушаем Пообщаемся с нашими потенциальными заказчиками Партнерами, которые вместе с нами Составляют рынок Отлично! Я желаю вам прекрасных Два дня провести на новой площадке Здесь действительно будет очень здорово Очень интересно Спасибо вам! Большое спасибо! Как вы видите, у нас есть и новые участники И люди, которые уже приходят сюда не первый год Потому что все знают, что сок-форум Это гарантия качества, между прочим А давайте мы еще кого-нибудь спросим Про ожидания и вообще, может быть, о чем-нибудь еще Пойдемте, я думаю, мы, в принципе, уже можем Немножечко отойти от входа Что мы там все на морозе практически И в метели Итак Итак, Мария Мария стоит и скучает Буквально ждет, когда к ней подойдет команда Суплайм Мария, расскажите, пожалуйста, на вопрос Из какой категории вы бы хотели ответить? Контент, впечатления, воспоминания Просто поговорить или Профессионально Давайте воспоминания Воспоминания Это прекрасно Хотела спросить, на каких сок-форумах вы были? Но могу ответить за Марию На всех Казахстан Так Какой сок-форум из тех, что вы посещали Запомнился прям просто Ахтадгин? Ну, наверное, первый Это начало, старт Он же был такой маленький Все равно это было новое мероприятие Много креатива Много новых задач Было интересно А потом перестало быть интересно или как? Потом было так же интересно Все развивалось Но старт всегда интересен Отлично У Марии чувствуется дух стартапера А вы смотрели прошлогоднюю трансляцию? Может быть, даже участвовали в ней? Что-то запомнилось из докладов? Может быть, какая-то фраза, сказанная спикерами? Или чей-то доклад? Ну, на самом деле, во-первых, запомнилось Потому что это была новая совершенно форма Для проведения мероприятия Понятно, что тогда многие уходили в онлайн Но форум, в данном случае, очень выгодно отличался Форматом подачи И живым общением, которое постарались организовать Ну, скорее, заполнилась прожарка Да, да Кстати Ладно, об этом я скажу чуть позже Прожарка, прожарка Там, насколько я помню, здорово зажигал Дмитрий Гадарь Из Тинькова Дима был молодец Отлично А как вы считаете, ну, собственно, эффективность конференции прошлого года Насколько она была высокой И, может быть, вообще мы уже настолько стали просветленные Что нам не нужны ее флайн-форматы И можно уходить Ну, это два вопроса, наверное, в одном Да, эффективность прошлого года Когда мы все вынуждены были уйти в онлайн Она, наверное, в другом Да, в том, что не потеряли ритм Не потеряли разбег Не потеряли важность тематик Да, и смогли организовать Авангард смог организовать такое прекрасное мероприятие Если говорить про то, насколько мы просветлены или нет Я думаю, что мы все остаемся людьми Да, для нас коммуникация все-таки с помощью каких-то гаджетов Это вторичная история, да, против личных коммуникаций Очень много того, что мы недополучаем, когда мы находимся в онлайн Значит, оффлайн-формату все-таки быть И, Маша, расскажите о ожидании от мероприятий этого года Мне кажется, что мероприятия этого года насыщены серьезными темами Наверное, это показывает на то, что отрасль у нас поворачивает Какой-то новый виток спирали развития И я считаю, что такая хорошая история Там, окончание 21-го года, старта 22-го года Да, приходится на СОК-форум И возникают как раз новые заделы для новых действий на следующий период времени А что бы вы порекомендовали нашим зрителям и вообще тем, кто все еще едет на СОК-форум Посетить? Какое мероприятие? Может быть, доклад, дискуссию? Ну, во-первых, я бы порекомендовала все-таки доехать, прорваться через снег, который засыпает Москву Ну, некоторых разделяют километры Да, этим людям сложнее, я согласна Но есть онлайн, есть возможность посмотреть онлайн И, наверное, относительно того, что бы я рекомендовала посмотреть Интересного очень много Большая секция СОК-форум в госуправлении Интересные технические, традиционно, да, технические секции Мне кажется, что каждый выберет для себя Каждый точно найдет для себя ту тему, которая ему будет интересна Отлично, Маша, спасибо большое Хорошего дня, хорошей конференции Спасибо Сейчас мы говорили с Марией И она упомянула, что в прошлом году был очень интересный формат Который назывался «Прожарка» Формат антиплинарки В общем, уже этот формат стал традиционным для СОК-форума Что из себя представляет этот формат? Да, кто знает Каждый год это что-то новое В этом году антиплинарка тоже будет Она пройдет завтра Ее сменным ведущим выступит Алексей Качалин из Сбербанка Там будет очень много очень креативных и прекрасных спикеров Я рекомендую вам подключиться и не пропускать Если вы не сможете доехать А как я уже говорила, программу вы можете посмотреть или на сайте СОК-форума Или в чат-боте СОК-форум, нижнее подчеркивание, вот в Телеграме Пожалуйста, посмотрите программу и присылайте нам свои вопросы Кстати, я на всякий случай проверю, а не прислал ли кто-нибудь вопрос мне А вдруг? О, спасибо, мне пишут, что все классно и мы молодцы Спасибо большое Для тех, кто только подключился к нашей трансляции Я напоминаю, что сегодня мы ведем прямую трансляцию Для нас это тоже, на самом деле, новый опыт СОК-форум в этом году пройдет уже шестой раз Но впервые на площадке Центра международной торговли Ух, что еще сказать Ну, то, что в этом году у нас просто огромное количество партнеров Однако бессменными организаторами мероприятия Здравствуйте, спасибо, что не прошли мимо камеры Бессменными организаторами мероприятия выступает ВСТЭК и ФСБ России СОК-форум проходит при поддержке Банка России Генеральный партнер Ростелеком Солар И организационную часть на себя взяла компания Авангард Медиа Спасибо всем за организацию этого прекрасного мероприятия Посмотрите, кто... Очень жаль, хотел поговорить с Юрием Максимовым Но он разговаривает по телефону А, нет, Юра, здравствуй Очень рада увидеть тебя Расскажи, пожалуйста Это же не первый СОК, на котором ты участвуешь? Первый, первый, да Воу-воу-воу Кто бы мог подумать, но это тоже новое лицо на СОК-форуме Скажи, пожалуйста, на вопрос из какой категории ты бы хотел ответить? Категория следующая Контент Профессиональное Просто поговорить Просто поговорить Ну что ж такое? Никто не хочет со мной разговаривать на профессиональные темы, боже мой Да и так, просто поговорить Давай поговорим Расскажи, пожалуйста Какая новость из мира ИБ за последние полгода, год Тебя взбудоражило больше всего? Кроме того, что компания Postive Technologies выходит на Айфилу На биржу, не на Айфилу Знаешь, мне очень понравилась новость про то, что взломали тех чуваков Которые взламывали других и шантажировали И я все жду момента, когда опубликуют какую-нибудь переписку С теми, у кого они вымогали деньги Потому что мы же на самом деле не знаем, как много компаний становится жертвами вот таких вымогателей А здесь стало бы прям, мне кажется, прозрачно и понятно Поэтому мне эта новость, ну как, она мне понравилась А вот расскажи, пожалуйста, все-таки вы компания, которая непосредственно в этом всем варитесь Компании вообще, в принципе, готовы выплачивать то, что от них требуют вымогатели? Или как вообще в такой ситуации правильно себя повести? Эта история как с шантажистами, она не имеет какого-то благоприятного исхода Если ты не заплатил и свершилось то, что тебе угрожали Ну ты в очень большой, так сказать, беде А если ты заплатил, то прям ни общество, ни твои начальники, боссы, владельцы понять это тоже не могут Поэтому, конечно, вот по моей личной статистике Там, где получается не афишировать историю факта вымогательства То, конечно, силы предпочтают не афишировать Но там, где это вылезает, уже некуда деваться Помните тот случай, когда в Ирландии похитили данные о больных пациентах В всей Ирландии, из Минздрава Вот, и там вымогали прям очень крупную сумму денег А потом все это пропало с радаров Заплатили, не заплатили, никто же не знает Прям раз и сразу погасили То есть на уровне, по сути, правительства Наверное, было принято решение как-то о не афишировании этих результатов А даете ли вы своим клиентам или просто каким-то компаниям какие-то рекомендации Как себя стоит повести в ситуации, если вас шантажируют? Я думаю, что здесь универсальных рекомендаций нет Конечно, надо вести себя так, чтобы не оказаться в этой ситуации Проблема в том, что на самом деле уровень защищенности сейчас компании такой Который позволяет не просто взломать и начать шантажировать А даже взломав и начав шантажировать Не дать возможности за какой-то промежуток времени все равно ситуацию исправить То есть условно тебе приходят и говорят Две печки мы зашифровали, они больше не работают Вот через неделю мы зашифруем еще две А если не заплатишь, то 50 миллионов Зашифруем все И вот проходят две недели И даже понимая, что через две недели произойдет еще большая катастрофа Компании не могут предотвратить ее И вот это на самом деле это большая проблема Поэтому, конечно, отвечая на твой вопрос Нужно заранее думать о том, что тебе может сказать тот человек, который позвонит Скажет, мы тебе что-то зашифровали, дай 50 минут Что? Что он скажет? И ставить такое целеполагание своим службам, которые отвечают за кибербезопасность Что когда мне позвонят и скажут, что сейчас они остановят печки, чтобы это было невозможно Единственный ответ Рекрасно Ир, ты как новый человек на этом мероприятии Может быть, ты даже открывал программу форума И может быть, у тебя даже есть какие-то конкретные планы, что бы ты хотел посетить? Я сейчас приду на пленарку Меня позвали туда поучаствовать Я поучаствую, пообщаюсь с людьми Увижу знакомого, друзей И поеду дальше работать А есть какие-то ожидания или мысли, которые бы хотелось высказать или услышать на пленарке? Мне кажется, мы сейчас стоим на пороге каких-то больших изменений Которые в первую очередь требуют от нас консолидации общества Поэтому, конечно, я бы хотел услышать, как мы разговариваем про то Не как конкурировать, а как объединять силы и искать какое-то решение Которые на самом деле, ну, ответят на вызовы сегодняшнего дня Отлично, я надеюсь, что пленарка пройдет отлично и успешно Спасибо тебе большое за время и хорошего дня Спасибо Так Компания Postive Technologies Мы сейчас общались с Юрием Максимовым Который является одним из основателей этой компании Так вот, компания Postive Technologies в этом году выступила в статусе ключевого партнера А я напоминаю, что среди ключевых партнеров у нас очень много прекрасных и знакомых всем компаний Это компания AirVision, лаборатория Касперского, перспективный мониторинг Ангара Technologies Group, Bizon, Infosystema Jet, Security Vision, Kiwi Business и группа компаний InnoStage Все эти компании выступили в роли ключевых партнеров Кстати, интервью с представителями компании вы можете посмотреть завтра с 4 до 5 о нашем канале Это будет тоже в формате прямого эфира Мы будем подходить и прям буквально неожиданно и из-за угла говорить кошелек или жизнь Вопросы и ответы и вот это вот все А завтра утром в это же самое время вы можете подключиться к SoakLive и узнать А собственно, что происходит на выставке мероприятия Потому что завтра у нас будет большой-большой обход по всем участникам выставки Которая расположилась на первом этаже Я уже рассказывала, что SoakForum в этом году проходит впервые в центре международной торговли Потому что мероприятие переросло в тот масштаб, который могла уместить у себя предыдущая площадка И поэтому в этом году у нас много интересных и новых площадок, мероприятий, форматов, розыгрышей и так далее Следите за нашими анонсами Кстати говоря, напоминаю еще раз, что в Телеграме у нас есть чат-бот Который вы можете найти по адресу SoakForum, по имени, по адресу SoakForum, нижнее подчеркивание, вот И там вы можете посмотреть и программу, там вы можете задать вопросы участникам любой дискуссии Ну и, кстати говоря, не только дискуссии, но и ведущим, которые будут вести для вас прямые эфиры в этом году И, кстати говоря, следующий прямой эфир начнется уже через 20 минут с участием Павла Луцика Он будет выступать в роли лайв-комментатора Он будет комментировать панельную дискуссию Я думаю, будет интересно Это совершенно новый и такой нестандартный формат Подключайтесь, смотрите, задавайте вопросы Мы обязательно будем их транслировать спикерам и остальным участникам А так, на всякий случай, проверю, никто ли не написал мне Так-так-так-так Папапам Будут ли розыгрыши в эфире канала? Смотрите, начнем с того, что, во-первых, завтра вы сможете увидеть эфир компании Cisco Systems Cisco Systems в этом году выступила в формате партнера, лайв-партнера И у них во время эфира будет розыгрыш от организаторов, от компании Авангард Медиа Вы также можете получить приятные и милые подарки, если будете присылать свои вопросы Присылайте свои вопросы и самый интересный и самый лучший вопрос мы обязательно отметим Итак, давайте посмотрим, кто у нас еще стоит и скучает Так-так-так-так-так Вот, здравствуйте Одну минуточку Расскажите, пожалуйста, это первый сок-форум, на котором... Нет, нет Так, а на каких сок-форумах вы участвовали? На последних пяти На последних пяти, а сегодня шестой То есть вы с самого начала, прекрасно Тогда давайте немножко поностальгируем и повспоминаем, что, собственно, кардинально, контентно отличало сок-форум первого года от того, что вы хотите услышать, планируете услышать сегодня Ну, в первую очередь я бы свелся к общению с конкретными людьми, партнерами и более масштабную площадку, чтобы можно было поделиться каким-то опытом, почерпнуть что-то новое А на ваш взгляд, изменился ли вообще рынок сока за последние пять лет? Безусловно Так, в какую сторону? Ну, он развивается очень быстро и в больших масштабах А что-нибудь более конкретное? Ну, это надо отдельно прорабатывать Это, так сказать, не коридорный разговор, да? Я поняла Какие у вас планы, что бы вы хотели послушать, что бы вы посоветовали нашим зрителям? Ну, в первую очередь, естественно, пленарку Очень много больших глобальных вопросов будет обсуждаться, которые, в принципе, покажут, какие тренды нас ждут и, в принципе, к чему стоит готовиться Ну, а дальше уже по желанию отдельно тематически смотреть, кому что интересней Отлично О, я вас отпускаю Спасибо вам большое за время Пленарка начинается уже через десять минут А я напомню, что сегодня в пленарке В пленарке, в пленарке Так, нет, к сожалению, прям вот так сходу не напомню У меня открыт не тот раздел Сейчас, прям одну минуточку Ну, в общем-то, зачем вы ждете меня? Вы просто можете посмотреть программу или на сайте SOC-форум Или зайти в наш чат-бот и там посмотреть программу И узнать, кто будет участвовать в панельной дискуссии И почему туда все так хотят попасть А я думаю, что у нас еще осталось несколько минут И мы можем поговорить еще с некоторыми участниками форума Вот посмотрите, там стоят два молодых человека, которые явно скучают Мы сейчас подкрадемся к ним Ну вот, к ним кто-то подкрался раньше Здравствуйте 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 Вы попали, так сказать, в кадр наших камер Антон, расскажите, пожалуйста, это первый SOC-форум, на котором вы участвуете В котором вы участвуете или нет? Конечно, нет, это не первый SOC-форум Потому что это лучшее мероприятие Ага А вот, кстати, мы вот со всеми, с кем не говорим Все очень стремятся попасть на пленарку На ваш взгляд, на SOC-форуме Насколько регуляторы честно и открыто выступают со сцены? Насколько то, что они говорят, действительно полезно участникам мероприятия? Ну, то, что они говорят, абсолютно полезно, конечно И интересно, иногда даже интересные вещи говорят Все-таки надо, конечно, не политики, поэтому Они говорят А, между строк нужно понимать, это отлично У вас есть какие-то конкретные цели? Что-то посетить, что-то послушать на мероприятии? Или так, просто нетворкинг? Ах, у меня две цели Рассказать про прекрасный TI at ESET, во-первых А, во-вторых, посмотреть и послушать людей, которых я уважаю, знаю И, может быть, чем-нибудь новенькое для себя причернуть Потому что новые знакомства Ну, наверное, в первую очередь Это пообщаться с людьми из сферы, которую давно не видел И обменяться новыми знаниями Вы уже успели пробежаться по выставке? Я только-только Понятно Ну, что ж, тогда у вас есть еще пару минут буквально Чтобы успеть до пленарной дискуссии осмотреться Спасибо большое и хорошего вам дня Спасибо Взаимно Столько знакомых лиц Столько прекрасного, хотел сказать, позитива Не на правах рекламы Действительно, позитива на площадке очень много Люди улыбаются, люди рады друг друга видеть И, наверное, это прекрасно, что мы наконец-то из формата онлайн Перешли в формат оффлайн А это возможно, потому что площадка является зоной, между прочим, ковид-фри И если у вас нет QR-кода или ПЦР-теста отрицательного Вы, простите, попасть сюда не сможете Поэтому мы сегодня имеем возможность находиться здесь Находиться здесь, в общем-то, без масок И радоваться общению друг с другом А давайте мы еще кого-нибудь Кого-нибудь, кого-нибудь Вот, мне кажется, там Молодой человек стоит и пытается от нас отвернуться А мы к нему все равно подойдем Здравствуйте Расскажите, пожалуйста Это первый сок-форум или нет, на котором вы сейчас Очень здорово Давайте немножко повспоминаем и поностальгируем Чем Чем первый сок-форум отличался Ну, или тот первый сок-форум, на котором вы были Кардинально отличается от того, что есть сейчас Ну, все, в общем, еще ничего не посмотрел, особо не заходил Но, естественно, ковид-фри, наверное, самое большое отличие Вот, это все, что могу пока сказать Какие у вас цели на ближайшие вот эти два дня? Встретиться со многими людьми, со всей России сюда приехали Пообщаться со многими не виделись Смотреть, как вообще реализуются многие стандарты по информационной безопасности Которые были намечены там год-два года назад В принципе, как многие, с чем многие компании столкнулись во время как раз-таки ковид-формата, да Это удаленка, защита рабочих станций Я надеюсь, что вы получите ответы на все вопросы, которые у вас есть сегодня Хорошего вам дня Спасибо большое А я, кстати, немножечко дополню, что, между прочим, на сок-форум приехали участники из 57 городов России Это 8 часовых поясов Очень, очень, очень здорово Давайте, наверное, в заключение я еще раз напомню, что сок-форум переехал на новую площадку Мы проводим мероприятие в центре международной торговли И здесь просто огромные площади Около 6000 квадратных метров Очень много партнеров Новых партнеров, старых партнеров Например, зона выставки на первом этаже Просто занимает какие-то грандиозные масштабы И, кстати говоря, завтра мы с утра Тем, кто не спит Тем, кому не спится В 9 часов могут посмотреть интервью с участниками, стендистами На первом этаже Здесь порядка, ну, так вот, навскидку сказать, наверное, компаний 15 И я постараюсь пообщаться со всеми Если у вас есть вопросы к участникам нашей выставки Задавайте, пишите в чат-бот Сок-форум, нижнее подчеркивание, ввод А вечером с 4 до 5 вместе со мной Мы пройдем по второму этажу Где также очень много компаний с прекрасными, красивыми, большими стендами Мы тоже у них обязательно возьмем интервью И что-нибудь интересное поспрашиваем А чтобы было еще интереснее, пожалуйста, присылайте ваши вопросы И я уже говорила, но если вы прослушали Самый лучший вопрос мы обязательно отметим приятным подарком Итак, давайте посмотрим У нас есть еще несколько минут И мы их, пожалуй, пожалуй, пожалуй потратим на то, чтобы еще поговорить с участниками Между прочим, я думаю, вы заметили, что Людей становится все больше Сзади меня такая конкретная движуха Это здорово и приятно Количество участников в этом году будет грандиозное В общем, гораздо больше, чем на Сок-форуме первого года Если вы не помните, на Сок-форуме первого года было всего 500 человек А потом как-то очень стабильно мероприятие стало набирать по 2000 участников И ничего с этим не поделаешь, потому что тема действительно людей очень интересует Зона выставки в этом году грандиозная Вот вы можете посмотреть мельком Сегодня только мельком Просто такая обзорная маленькая экскурсия А завтра с утра мы обязательно поговорим с каждым участником нашей выставки Итак, где люди, спрашиваю я А кстати, по громкой связи нам напоминают, что вы можете следить за новостями форума В нашем чат-боте, в Телеграме Сок-форум, нижнее подчеркивание, бот Там будет публиковаться все самое свежее, все самое классное И там же вы можете задавать вопросы спикерам и другим участникам Итак, вот, о, пойдемте, там стоят два молодых человека Я думаю, мы у них что-нибудь спросим Здравствуйте! Можно одну минуту вашего времени? Расскажите, пожалуйста, это первый сок-форум, на котором вы участвуете или нет? Да, первый Здорово! А вы вообще что-нибудь слышали про это мероприятие и почему решили в нем поучаствовать? Ну, надо добраться до всех мероприятий по информационной безопасности Там рано или поздно, так или иначе Ну, поэтому там, в этом году и до сок-форума добрался А какие первые впечатления, что успели посмотреть? Ну, наверное, все Все успели посмотреть? Не первое мероприятие, все вендоры там, они знакомы и просто теперь хочется добраться до докладов, послушать, что коллеги расскажут А какие ваши пожелания, что вы хотите в первую очередь услышать и что, может быть, посоветуете посетить и послушать нашим зрителям? Ну вот, я хочу добраться, послушать наших регуляторов, собственно, Афстек и ФСБ и послушать, что коллеги расскажут интересного Ну, я думаю, что-нибудь интересное они обязательно расскажут Спасибо вам большое за ваше время Хорошего вам дня А я напомню, что Афстек и ФСБ России Они выступают организаторами мероприятия Сок-форум проходит при поддержке Банка России Генеральный партнер компании «Ростелеком Солар» И всю организационную поддержку на себя взяла компания «Авангард Медиа» Благодаря этим людям мы сегодня здесь А, между прочим, до панельной дискуссии осталось всего три минуты Я думаю, что Олег Седов уже закончил свою историю с киберпанком Если вы смотрели, я вам очень завидую, потому что я хоть и получила море позитива, пообщавшись с участниками, но про киберпанк тоже было бы интересно послушать А также я напоминаю, что сейчас в 10 часов, когда начнется пленарная дискуссия Мой коллега по микрофону Павел Луцек будет комментировать в прямом эфире то, что будет происходить и то, что будет говориться на сцене Я думаю, будет очень интересно, стоит послушать Я уже, к счастью, к тому времени буду отдыхать и тоже смогу послушать это мероприятие Итак, о, слушайте, у нас совершенно не было, а, нет, была женщина, но в нашем эфире, но я предлагаю еще немножечко пообщаться с прекрасными дамами Насколько вопросов, очень простых, расскажите, пожалуйста, это первый сок-форум, на котором вы участвуете или нет? Нет, это мой второй сок-форум, в прошлом году я участвовала, форум проходил в смешанном формате, конечно, я очень рада, что у нас наконец появилась возможность собраться таким большим коллективом единомышленников и поучаствовать в этом прекрасном мероприятии Очень здорово, что вы участвовали в прошлом году, я так понимаю, вы были прям непосредственно на площади Да, я поскольку сотрудник Solar, то у меня была возможность поучаствовать, но, конечно, впечатление было совершенно не то, когда нет живого общения и нет возможности обменяться мнениями с коллегами То есть, оффлайну формату быть все-таки, все-таки нам это очень нужно, очень здорово А что-то запомнилось из сок-форума прошлого года в плане контента, выступлений, может быть, какой-то светлой мысли? Так сложно сказать, потому что каждый форум приносит что-то новое, но выделить какую-то единую мысль не получится Отлично, какие у вас ожидания от форума в этом году, какие планы, цели? Я возлагаю большие надежды на показы Киберполигона, потому что, мне кажется, за этим будущее на ближайшие несколько лет Кстати, Киберполигоны, вы возлагаете на это надежды Так, расскажите поподробнее, а почему? И, собственно, участвовали ли, или, может быть, вы участвовали в... А, уже все, понятно Извините, спасибо вам большое Спасибо Ну, про Киберполигоны мы, к сожалению, не успели поговорить, но, я думаю, какие наши годы Итак, время 10 часов Я думаю, что мы можем уже заканчивать нашу трансляцию, передавать эстафетный микрофон Павлу Луцику и панельной дискуссии А с вами была я, Тамара Чечеткина Спасибо, что смотрели этот эфир Надеюсь, было не очень скучно Хорошего нам всем дня, а точнее двух И до завтра Пока Доброе утро, дорогие друзья С какими запросами к ним подходят участники конференции И, в общем, немножечко поболтаем о жизни Спасибо Алексею Лукацкому, который мужественно закончил свой прямой эфир и подвел итоги вчерашнего дня А мы с вами, я думаю, можем начинать Пойдемте, 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 наверное, к стенду Ростелекома Это генеральный партнер конференции Здравствуйте, дорогие коллеги Есть парочка вопросов Ответите К кому? К кому, кто больше нравится? Камиль Раз вы стоите здесь поближе Расскажите, пожалуйста, что вы показываете на стенде Что классного, нового, интересного Хорошо У нас здесь Прекрасно У нас здесь целая палитра продуктов представлена Продукты, занимающиеся управлением доступом Собственно, solar and writes Контроль утечек Конденциальных данных Продукт DLP Эп-скринер Анализатор кода Собственно, управляемые сервисы MSS Национальный киберполигон Между прочим Так что у нас здесь большой выбор для любого заказчика На любой вкус практически А что у вас такое интересные сувенирочки? Это... А, это браслетик, да? Да Отлично Супер Шторки для камер В общем, всякие очень нужные штуки Расскажи, пожалуйста А с какими запросами чаще всего к вам подходили вчера клиенты потенциальные Или там другие участники мероприятия? Ну, на самом деле запросы очень разные Так как solar уже на рынке очень известная компания И, скажем, линейка продуктов наша Большая часть продуктов на рынке достаточно давно То заказчики приходят с целевыми вопросами И, скажем так, на конкретные продукты И тут, собственно, коллеги помогают индивидуально С запросами каждого заказчика То есть, ну, нельзя выделить какой-то прям набор типовых вопросов Запросы очень специфические Я поняла А вот по вашему, там, твоему личному ощущению Как-то изменились ли запросы клиентов вообще в принципе Там за последний год-два И изменился ли рынок соков? Есть какое-нибудь мнение на этот счет? Ну, мне кажется, просто с каждым годом уровень зрелости растет То есть, уровень информационной безопасности И, скажем так, внимание к этому вопросу все время повышается То есть, это уже и такая национальная повестка Об этом постоянно говорят в правительстве Информационная безопасность, нехватка специалистов и так далее Поэтому, чем больше внимания Тем больше, собственно, и заказчики, и бизнес на это внимание обращают Поэтому сюда люди приходят с какими-то уже целенаправленными задачами И с вопросом, как ее конкретно решить А не просто посмотреть, там, что есть на рынке Понятно Это здорово, это здорово Что... Так, я пока немножечко тут решила присмотреть А вдруг мне тоже что-нибудь нужно Значит, люди становятся зрелыми Рынок растет, укрупняется и дальше будет только лучше Правильно? Отлично! Супер! Спасибо большое! Это была компания Ростелеком Солар Генеральный партнер конференции Да, кстати, напомню, что, если вдруг кто-то забыл Организаторами мероприятия в этом году выступили ФСБ и ВСТЭК России Мероприятия проходят при поддержке Банка России А мы продолжим нашу экскурсию по выставке Поэтому я вас приглашаю следовать за собой Ребят, спасибо большое Давайте Хорошего вам дня И так Не все, надо сказать Прямо скажем, не все Доехали до конференции к 9.30 утра В общем, это довольно сложно было, конечно И я наблюдала за этими людьми, подходящими к ЦМТ, которые подскальзывались и просто практически падали В общем, ребята, будьте аккуратны, пожалуйста И пойдемте к стенду компании Фортинет Компания Фортинет в этом году выступает партнером вторая крупная выставка Здравствуйте Меня зовут Тамара Расскажите, пожалуйста, что компания Фортинет привезла, показывает, демонстрирует интересного, клевого, нового Добрый день На сегодняшнее мероприятие компания Фортинет привезла два продукта из группы Network Operation Cent, Security Operation Cent Это FortiCM и FortiSoar Соответственно, FortiCM это система сбора, анализа и корреляции событий С возможностью интеграции как с продуктами Fortinet, так и с продуктами всех других вендоров Включая течные разработки Суар это система автоматизации Это плейбуки, это система автоматического реагирования на инциденты, к примеру Также за последнее время в компании Фортинет развивается, появляется большое количество новых продуктов И возросла потребность в комплексной защите решений и предоставляемых конечным пользователям Это в части государственных информационных систем и бизнес Мы здесь предоставляем очень широкий спектр решений Начиная от защиты конечных пользователей, это EDR, XDR Включая защиту каналов, фильтрацию, межсетевое экранирование, которое стало классическим, всем известно на данный момент Поэтому мы представлены широкой линейкой, полностью обеспечивая комплексную защиту всех кассозаказчиков Ну, собственно, вы ответили частично уже на мой второй вопрос Хотел спросить, а с какими запросами подходят люди Я так понимаю, что совершенно разными Именно поэтому вы максимально широко представились На ваш взгляд, как изменился рынок за последний год-два, который мы не виделись на Сокфоруме в личном формате? Ну, за последние год-два сильно возрос спрос по защите сетей Появился спрос по защите именно удаленных рабочих мест, где мы предоставляем защиту телеворкеров Появился широкий спрос по динамической защите каналов связи и возможности динамического построения Это из диван И также возможность, так называемого, нулевого подключения пользователя Польза приходит, включает свое оборудование в сеть, у него поднимается, ему профилируется защита Это Zero Trust Network Access То есть, в принципе, очень сильно сместился в сторону удаленных рабочих мест Из обеспечения защиты и размыва периметра, как таковой, на данный момент сейчас понятие периметра встал очень жимким Вообще, в целом, в целом, как вам мероприятие? Вот вчера целый день уже отработали, сегодня суперкласс, пришли к 9-30, надо сказать, немногие это смогли сделать Вторая Как ощущения? Честно, прекрасно, много знакомых лиц, много решений Вторая Это здорово Мы вам желаем хорошего дня, спасибо большое за интервью и за информацию А мы можем двигаться дальше, что компания Эстера показывает, может быть, что-то демонстрирует, может быть, что-то можно пощупать руками Я с удовольствием бы это сделала Спасибо Компания Эстера, это российский производитель средств защиты На этой конференции мы показываем свои новые VPN-шлюзы и показываем наши новые перспективные разработки В первую очередь, это система централизованного управления и мониторинга Эстера КП В которой появился новый функционал, который имеет расширенные инструменты для сбора статистики, анализа данных Что, собственно, востребовано в соках и является главной темой данной конференции Также мы демонстрируем нашу перспективную систему Ну, вообще, все нормально, мы просто общаемся Да, забыл, что демонстрируем Нашу систему обнаружения вторжений новой версии, в которой есть продвинутые средства мониторинга и анализовую Очень много красивых слов Здорово Расскажите, с какими запросами, может быть, есть уже какое-то понимание Чаще всего вчера или вообще в последнее время к вам приходят заказчики Да, понимание такое есть В первую очередь, можно отметить, что у заказчиков появляется большой тренд на удаленную работу Нужно работать откуда угодно, нужно работать с различных устройств И такие проекты вырастают очень сильно в масштабах За прошлый год у нас появились проекты на десятки тысяч устройств То есть, с некоторыми заказчиками, которые планируют такие проекты, мы уже проводили общение на данной конференции Второй тренд, про который можно сказать, это то, что все большему количеству заказчиков требуется объединение нескольких средств защиты в одном устройстве И мы стараемся, как вендора, удовлетворить такой спрос То есть, пандемия дает о себе знать, удаленный доступ и вот это все Как в целом? Вы, кстати, вчера были на мероприятии? Лично вы? Лично я не Ага, понятно, вообще вчера здесь было очень весело Очень зря, что вы не были на нашем мероприятии вчера Какие-то есть ожидания от сегодняшнего дня? Может быть, что-то послушать или с кем-то поговорить? Конечно, Сокфорум это одно из крупнейших поплайн мероприятий, которые проводятся в России Здесь собираются все ключевые заказчики, все партнеры наши, все производители Есть большое желание пообщаться, обсудить актуальные проекты и новые перспективы сотрудничества Отлично, звучит как план Спасибо большое за интервью, я надеюсь, этот день вас не разочарует Всего доброго А мы можем идти дальше И, кстати, я забыла совсем напомнить Сегодня, как и вчера, впрочем, вы можете подключиться к нашему чат-боту В Телеграме найдете по адресу собачка, сокфорум, нижнее подчеркивание, бот Там вы можете посмотреть программу мероприятия Там вы можете следить за самыми главными анонсами всех важных событий И что еще? А, и еще, конечно же, задавать свои вопросы Задавать вопросы И самый лучший вопрос Мы выберем его Непредвзятый И обязательно наградим участников и авторов этих прекрасных вопросов А мы с вами подходим к стенду, на котором написано очень много названий И, вероятно, ребята, возможно, отвлечь на минуточку Мы бы хотели записать небольшое интервью Извините, пожалуйста, вот так вот Отвлекаем людей от работы Да, наверное, давайте я к вам подойду Итак, на стенде написано и Tiger Optics, и T-Nable, и Anomalia Расскажите, что происходит? Мы компания Tiger Optics Мы привезли... Вообще, основной посыл компании в том, что мы дистрибьютор Мы привозим интересные решения из-за рубежа Привозим их в Россию, продвигаем и стараемся продавать их здесь Привозим мы не просто так решения Выбираем тщательно, выбираем лидеров рынка В том числе T-Nable Это лидирующая сканра, друзья, на этом все знают Anomalia, лидер киберразведки Sentinel One Вот тоже там листовочки лежат Это... О, боже, извините, пожалуйста Я ни одного правильного ударения не смогла поставить, да? Давай, давай Вот, соответственно, мы отбираем лидеров рынка Привозим их, стараемся продвигать А с какими вопросами, к какому классу решения чаще всего... Каким классом решений чаще всего интересовались заказчики на сок-форуме, например, вчера? Есть какое-то ощущение, впечатление? Знаете, обычно есть такое ощущение на разных форумах А сегодня как-то нет Все подходили, спрашивали обо всем То есть мы здесь с T-Nable и с Anomaly При этом было куча вопросов по другим решениям Много переговоров, много вопросов Сложно отменить что-то одно T-Nable всегда лидер Вот в целом Больше всего вопросов, больше всего проектов, больше всего активностей Но остальные тоже не отстают Я, может быть, прослушала А Anomaly чем занимается? Что это такое? Anomaly это агрегатор фидов киберразведки Получается, когда у заказчика много фидов от разных вендоров К списке, группы IB, open source, какие-то другие коммерческие зарубежные фиды Это очень все сложно обидеть в одном месте Нормализовать, быстро искать, быстро реагировать И Anomaly позволяет все это дело собрать в одну платформу Заказчику нужно проверить быстро, что за IP-адрес Кто с ним связан, какие хэши с него прилетали Он быстро сбивается в платформу и со всех источников сразу получает ответ Ну и плюс второй компонент, это Anomaly Match Он позволяет быстро все, что есть в платформе агрегированное Проверить в инфраструктуре своей Собрать все логи и проверить, а было ли что-то замечено из того, что пришло За последние года два это первое такое масштабное мероприятие Я помню, весной были попытки что-то собрать Но получалось очень-очень грустно Были хорошие партнерские мероприятия, но они тоже как бы не такие масштабные Тут прям масштаб, толпа людей, много переговоров, много интересного Отлично А что-нибудь на стенде у вас есть интересненькое, красивенькое? Может быть, сувенирочка какая-то? Были кружки, но они закончились Мы с вами не успели Понятно Ну что ж, я желаю, чтобы сегодняшний день вас радовал Не меньше, чем день вчерашний Спасибо большое за беседу Хорошего дня Первое Да, спасибо большое Вот такие интересные стенды Как мы видим, компания Tiger Optics привезла много всего Так что подходите к ним Они выступают в этом году партнером выставки Так, а мы с вами идем дальше Так, 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 так Кто дошел до нашего мероприятия? Это компания RU-CM Коллеги, здравствуйте Андрей R-Telecom, да, отлично Могу вам задать пару вопросов? Отлично Вопрос номер раз Расскажите, пожалуйста, собственно, как так получилось? Почему RU-CM и R-Telecom вместе? Объясните RU-CM наш партнер Мы построили свой коммерческий security operation center на решение RU-CM Ну и предлагаем сейчас нашим клиентам тоже совместный продукт Услуги security operation center на базе RU-CM Это аутсорсинговая история или что именно? Можете? В виде сервиса То есть security operation center как сервис Я поняла, отлично Вы вчера как-то ощутили, почувствовали, с какими запросами люди подходят Вообще подходят ли, интересуются? Расскажите, ну, собственно, а какой основной запрос у клиентов? Подходят, да, интересуются Именно интересуют уже не покупка каких-то коробочных решений Не только коробочных решений, а что-то большее То есть решили основную задачу по сбору событий И дальше услуги мониторинга как раз становятся востребованными Это чувствуется А как вы решаете вопрос с доверием? Ведь я правильно понимаю, что основная проблема Сока как сервис Это, собственно, задача Сока не только мониторинг, но и реагирование Чтобы как-то реагировать, нужно как-то влезать во внутренние процессы И так далее Мы уже как оператор связи доверием клиентам, пользуемся То есть осуществление передачи информации, ее защиты Это как естественное продолжение процесса передачи информации Поэтому здесь с доверием проблем нет Ну, да, естественно, всегда договариваемся, что клиент готов нам отдать, что нет Как это будет происходить с учетом внутренней специфики работы компании Некоторые компании очень закрыты, естественно, говорят Только под нашим контролем в определенных ситуациях Некоторые готовы на отсорсинг отдавать большую часть даже процессов своих Очень интересно А вот по вашему личному ощущению, как вообще в целом изменился и изменился ли рынок за последний год-два? Ну, естественно, меняется и решение больше становится И, самое главное, модель потребления меняется Уход все-таки в сервисную модель, он прямо чувствуется Не все сразу, не все компании созрели, как бы внутреннюю зрелостью обладают Но уже готовы рассматривать по разным причинам То есть даже не только экономика А можете рассказать, почему, собственно, СИЭМ, РУСИЭМ, в смысле, был выбран в качестве партнера? Выбрали как наиболее оптимальное решение, как раз для задачи построения секрети-прессион-центра То есть масштабирование решения Мы работаем с большим количеством клиентов У клиентов разная инфраструктура, то есть большое количество разных источников Соответственно, ну, это наиболее оптимальное решение было То есть выбирали, на самом деле смотрели все решения, которые есть на рынке Ну и так еще, чтобы на выходе получилась приемлемая для клиента стоимость Стоимость сроки внедрения Я поняла У вас есть какое-то название вашего совместного продукта Или просто сок от компании РТЕЛЕКОМ и РУСИЭМ? Сок от компании РТЕЛЕКОМ, да Я поняла Я вам желаю отличного и продуктивного дня Спасибо, что добрались И давайте, удачи вам Так, а давайте, кстати, посмотрим, что тут есть прекрасного Есть буклетики Есть блокнотики Так, нужен ли мне такой блокнотик? Второй Возможно, нужен Возможно, я подойду попозже Пойдемте дальше, посмотрим, кто еще сегодня добрался до выставки Уже прямо с самого утра Кстати, кстати, кстати Я вам говорила, что вы можете присылать свои вопросы В чат-бот, который вы найдете в Телеграме По ссылке сокфорум, нижнее подчеркивание, бот И, 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 и Если вы хотите задать вопрос какой-то определенной компании Пишите, я подойду и озвучу ваш вопрос Так, автор самого лучшего вопроса Обязательно получит от организаторов и от наших партнеров Приятные сувениры А я хочу посмотреть Так, так, так А на стенд НКЦКИ будет подход? Спрашивает у меня через наш прекрасный чат-бот Да, ребят, к НКЦКИ мы обязательно подойдем Но если я ничего не путаю Стенд находится на втором этаже Поэтому смотрите соклайф И с 4 до 5 часов мы пройдемся по выставке второго этажа И обязательно, и обязательно что-нибудь, что-нибудь спросим Если у вас есть вопросы к НКЦКИ Пишите, пишите, ребята Так, что мне еще пишут? Хо-хо-хо-хо, мне пишут Вы сегодня очаровательны Спасибо Это приятно Сколько кофе вы выпили сегодня с утра? На самом деле не так много Всего одну чашечку Так вот, ждем ваши вопросы Спасибо, спасибо, кто нам пишет Так, 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 так Вопросов больше нет Мы дома можем продолжать двигаться дальше Кстати, да, наверное, будет не лишним вам напомнить Что с 10 часов субфорум начинает уже активно свою работу У нас будет работать три параллельных зала А после обеда подключится еще и четвертый зал В общем, смотрите трансляцию Но не переключайтесь с нашего канала Итак, компания Softline InfoSecurity И Postive Technologies Ничего себе Видимо, у нас снова объединенный стенд Здравствуйте, коллеги Расскажите, пожалуйста Что, собственно, вы сегодня демонстрируете Показываете, рассказываете клиентам Сегодня наши коллеги из Postive Technologies Демонстрировать Как работают детект атак С применением утилиты Для удаленного управления и шифровальщика И детект атак С применением вредоносного скрипта и шифровальщика Вот, соответственно, вы можете видеть Время, во сколько будут эти демонстрации Это будет здесь, на вашем стенде, да, проходить? В стенде А это будет какой-то технический воркшоп Или это в каком формате это будет? Это будет по большей части технический воркшоп Но он будет достаточно понятен И для непосвященных, так сказать, людей Если вы доедете до нашего мероприятия Я уверена, что очень многие наши зрители Встали с утра, включили трансляцию, сок лайва Налили себе чашечку кофе И собираются приехать днем на мероприятие Поэтому подходите к стенду в 13 часов К стенду софтлайна И смотрите прекрасную демонстрацию От коллег из Positive Technologies На ваш взгляд, есть ли какое-то ощущение С какими вопросами по большей части Подходят там вчера заказчики Или там может быть партнеры Или может быть еще кто-нибудь Вопросы на самом деле очень разнообразные Не всегда даже по тематике Именно той, с которой мы здесь стоим Но, тем не менее, интересные вопросы попадаются Допустим, подходили, спрашивали Какое решение может помониторить все устройства В сети, не связанные с их организацией Конечно же, в рамках закона Мы вообще-то только законные способы работы На ваш взгляд, по вашим ощущениям Как изменился рынок за последний год-два? На самом деле рынок меняется достаточно стремительно Если раньше большая часть заказчиков Хотела защититься только по требованиям регулятора Вот закрыть бумажками То сейчас уже многие задумываются О более продвинутой защите От целенаправленных атак От АПТ-группировок И уже, так сказать, идут в ногу со временем А вам кажется, почему такой тренд наблюдается? Ну, это связано с тем, что диктует текущая ситуация в мире Просто информация о взломах и так далее Стала более доступна для каждого потенциального заказчика Он понял наконец-то, что Ох-ох-ох, это же может и со мной случиться Информация доступна была и раньше Но количество таких более серьезных группировок Которые совершаются в направлении атаки Увеличилось, выкупы увеличились Не так давно были очень громкие взломы Кассея и Colonial Pipeline Где были десятки миллионов долларов выплачены А еще большее количество денег было, так сказать, утеряно Вследствие этих атак Так что, я думаю, заказчики следят за трендами Стали, наверное, осознанней Да? Это очень здорово Я желаю вам Очень осознанных заказчиков и побольше А давайте мы закончим на такой Какой-нибудь прекрасной, позитивной ноте Пожелайте что-нибудь Организаторам, участникам Желаю всем Найти здесь побольше заказчиков И найти побольше хороших интеграторов И вендоров, с которыми в дальнейшем Они будут работать Отлично И вам мы желаем того же Спасибо большое Хорошего вам дня А, кстати Вот я увидела, что у вас на стенде Есть такой Какой-то интересный пультик Это что такое? Это анонс нового продукта От Positive Technologies XDR Он состоит 14 декабря в 14.00 На обратной стороне есть QR-код Если его отсканировать То можно участвовать в лотерее На которой будут разыгрываться Различные призы от этой компании Давайте попробуем А вдруг? Никогда не играла в лотерею Мне кажется, я не очень везучая В этом плане Так, 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 так Переходим на сайт Некой компании Positive Technologies Так, 14 декабря Добавить в календарь Стать участником Ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла Ой-ой-ой Так, смотрите Что у нас тут еще есть Диалог с лидерами Программа Я с вами Нужно зарегистрироваться На мероприятия Я с вами Постив в Technologies Так Ждем Я прям чувствую Подожди А что я могу выиграть? Квартиру? Ну, судя по Сказать Я думаю, что это связано с приставочкой Это очень интересно Так, имя, фамилия Вводим Тамара Чечеткина Если кто-то подключился к нашей трансляции Только что Самое время представиться С вами я, Тамара Чечеткина И сейчас я компания Хо-хо-хо Давайте напишем Biz ТВ Окей Так Что происходит? Ваша электронная почта Ребят, ну Я уже устала Вот Так Моя электронная почта Вы в игре Та-дам Письмо с кодом участника Подробной инструкции Придет вам на почту Отлично Будем ждать Что 14 декабря Я что-нибудь выиграю Наверняка Спасибо вам большое Хорошего вам дня Пойдемте дальше Так 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 Здесь у нас компания Цифровые решения Я предполагаю Что компания занимается Цифровыми решениями Но сейчас У коллег мы уточним Здравствуйте Расскажите Чем занимается компания И что сегодня вы Какая у вас интересная Желтая штуковина Расскажите же Что это такое Здравствуйте Да Мы занимаемся разработкой Занимаемся разработкой Уже больше 18 лет И сегодня Представляем наше решение Собственно По информационной безопасности Для обеспечения Информационной безопасности Предприятий Госорганов Телекомоператоров Ну собственно Всем кого сейчас Интересует информационная безопасность Каким образом? Наше решение Обеспечивает возможность Съема трафика С инфраструктуры Его подготовки Для уже последующей Обработки Системами ДЛП ИДС ИПС Ну собственно Обеспечивает их Теми исходными данными Которые им нужны Для корректной И правильной работы А Расскажите пожалуйста Что это? Как это? Вот какие-то Интересные штуки Ничего что я потрогаю? Да? Смотрите Так Давайте рассказывайте Мне очень интересно Это брокер сетевых пакетов На самом деле Очень малоизвестный Класс устройств При том что существует Он уже нескольких десятков лет Он специализированный Как раз таки устройство Для того чтобы Трафик подавать На системы Мониторинга Информационной безопасности Дублировать его Как для Айтишников Так для ИБшников То есть Ликвидировать Вот этот постоянный Конфликт между ними За исходные данные Собственно И максимально удобно Насраивать Все потоки трафика Куда их Как перенаправлять Максимально удобно Масштабировать Имеющиеся системы Пилотировать новые Вот специализированный Инструмент для работы С трафиком В качестве Таком Технологическом Направлении В технологических Сегментах Сетей Кто Если у вас Конкуренты Кого вы Считаете Своими Самыми Главными Прямыми Конкурентами Главные Конкуренты Наши Это Собственно Зарубежные Коллеги Гегамон Которые Являются Основоположниками Такого класса Решений И компания Иксия Которая теперь Называется Компанией Кейсайт Собственно Российских Конкурентов У нас Нету Потому что Мы единственные Российские Разработчики Такого класса Устройств Они у нас Включены В реестр Имеют Все Соответственно Статусы Подтверждения Того Что это Российские Это Что такое А это Пассивные Ответвители Трафика Которые Собственно Непосредственно Занимаются Первоначальным Этапом С копирования Трафика Из инфраструктуры То есть Они устанавливаются В разрыв И подают Полную Стопроцентную Копию Трафика Уже На брокер Сетевых Пакетов Они не требуют Питания Максимально Надежные И собственно Максимально Простые В использовании Очень Интересная Штука Ничего себе Подходят К вам Люди Интересуются Что спрашивают Как бы Вот Вчера Целый день Отстояли Был ли Какой-то Там Основной Запрос От Людей Подходящих К вашему Стенду Да Люди Подходят Подходят Много Интересуются И На самом деле Классы Строить Достаточно Новый Малоизвестный Поэтому Основной Вопрос Который Возникает А что Это И что Оно Делает И зачем Оно Нужно Ну Как вообще Впечатления От Мероприятия Как вы Вчера Постояли Замечательные Впечатления Очень много На самом деле Интересующихся Есть много Людей И понимающих Знакомых С этим Классом Устройств Впечатления Самые Положительные Я думаю В следующем Году Мы обязательно Надеюсь Форум Будет И мы Тоже Будем Здесь Расскажите Цифровых Компаний Цифровые Решения Есть ли Еще Какие Продукты И вообще Как давно Компания На рынке Существует Компания На рынке Существует Уже 18 лет Но с точки Зерения Именно Своих Продуктов Предложений Это Порядка 3-4 лет Когда мы Начали Их Предлагать До этого Мы занимались Разработкой На заказ То есть Выпускали Фактически ОЕ Продукты Для других Вендоров Значит Помимо Брокеров Сетевых Пакетов Для построения Систем Информационной У нас же Также Есть Ряд Доверенных Продуктов То есть Продуктов Которых Мы полностью Контролируем Все тракты Обработки Данных Это Коммутаторы Третьего Уровня Которые Проходят Сертификацию На соответствии Требования Информационной Безопасности А также Твердотельные Накопители Информации С интерфейсом USB 3.0 И с интерфейсом SATA Которые Построены На базе Самих Микросхем Контроллеров Разработанных Нами Самостоятельно То есть Там даже Элементная База Ключевая Это наша Собственная Элементная База Где мы Полностью Понимаем Как все Все данные Обрабатываются Что с ними Делается Очень интересно Если вы Все поняли Если вы Сегодня будете На мероприятии Подходите К коллегам Спрашивайте Интересуйтесь Задавайте умные Вопросы Получайте Умные ответы Спасибо вам большое Я надеюсь Сегодняшний день Будет Не менее Прекрасный Чем вчерашний Всего доброго Так А мы с вами Продолжаем Наш Поход По выставке Так И медленно Медленно Мы Переходим Хорошо Так Мы Кстати Давно Не Не заглядывали В наш Чат Бот Есть ли Там Вопросы Так Вы В игре Пишет мне Компания Поиски В Технолоджис Отлично Сейчас Одна Секундочка На Технический Момент Коллеги Попросили Перезапустить Рабочую Ссылку Чтоб Все было По красоте Так И Наш Чат Бот Так А я Напомню Что Чат Бот Вы найдете По Адресу В Телеграме Сокфорум Нижнее Подчеркивание Бот Я надеюсь Что вы Уже Запомнили Так А кстати Уже Десять минут Как Три Зала На Сокфоруме Начали Свою Работу Там Идет Интересная Программа Деловая Кстати Вчера Я Советовала Вам Подключиться К Антипленарке Антипленарка Должна Была Начаться Уже Восемь Минут Назад Алексей Качалин Ее Бессменный Ведущий И Автор Этого Чудесного Формата Я думаю Там Должно Быть Очень Очень Интересно И так А мы С вами Переходим Пангеу Радар Компания Которая Сегодня Выступает Партнером Выставки Здравствуйте Коллеги Несколько Минуточек Вашего Времени Расскажите Пожалуйста Чем Занимается Компания Что Вы Показываете Клиентам Что За Чудесные Скриншоты У вас Там На экране Крутятся За Чудесный Продукт Да Хорошо Продукт Наш Это Платформа Которая Позволяет Автоматизировать Работу Соков Как Крупных Так Малых И Средних Соков Помогает Аналитикам Информационной Безопасности Мониторить Состояние Безопасности На их Предприятиях Безопасность Была Безопасной Отлично Я так Понимаю Что Это Интерфейс Вашего Продукта Нашего Продукта Да Здесь Представлены Да Тут Представлены Разделы Нашего Продукта Функционал Позволяет Нам Управлять Инцидентами Управлять Уязвимостями Управлять Активами Также Делать Обнаружение Активов В сети Также Получать Информацию Об Актив Подключать Источники Разные Типы Источников И делать Разные Схемы Сбора Событий Поддерживаем Разные Сложные Сможем Реализовать Разные Сложные Схемы Мониторинга Информационной Безопасности Как давно Компания Существует На рынке Сколько лет Вашему Продукту Компания На рынке Три года Активный Наверное Активный Выход на рынок У нас Стоялся Где-то Наверное В марте Этого года Этого года Что значит Ваше название Пангео Что это Ну Это так Исторически Сложилось Я точно Не могу Сказать Понятно А что это За большой Кур-код Который У вас Нарисован По нему Можно Перейти На наш Лендинг Страницу Где Есть описание Нашей платформы Есть документация По платформе И так же Можно перейти На наш сайт Я поняла Подходят люди И А что они спрашивают Они спрашивают Что это Что это Да Рассказываем Доносим Да Немножко Конечно Может быть Что-то не хватает Там Добавить Что это Допустим Платформа Для сроков Там еще что-то Ну Будем работать Развиваться Это очень здорово Как вам в целом На конференции В целом Да Интересно Очень много людей Очень много интересует Подходит Интересуется Ну как Очень много людей Сказал он Показывая на пустой Вчера точно было Много людей Сегодня Чуть поменьше Ну Я так понял Что все пошли слушать Интересные доклады Поэтому Сейчас уже работает Три зала Поэтому народ Действительно Немножко Рассосался Именно по залу Что ж Коллеги Я желаю вам Развития Да Мы будем стараться Да Да В следующем году Там Чтобы платформа Для соков Все дела На следующем Соткоруме Мы будем Еще красивее Еще лучше Еще сильнее Более лучше Спасибо вам большое Хорошего вам дня Так А мы пропустили Стенд компании Тренд Майкро Потому что Господин Михаил Был занят разговором Мы не стали вас прерывать Здравствуйте Михаил Что интересненького Вы привезли На сокфорум Мы рассказываем Посетителям О новых наших технологиях Пытаемся Посоветовать им Как Обеспечить Управление Безопасности сети В целом Как обеспечить Приоритизацию Того Чем занимается Подразделение Безопасности Потому что Сейчас На рынке Достаточно Продуктов Низкого уровня Блокировки Конкретных угроз И решения Конкретных задач Но когда На высоком уровне У заказчиков Возникает вопрос Как Приоритизировать Свою работу Как Обеспечить Защиту от сложных Угроз Здесь возникают Вопросы Которые Не имеют Таких простых Ответов Вот И Некоторые Подходы К этой проблеме Мы собственно говоря Пытаемся Реализовать Каких-то продуктов Сервисов И поделиться Этой информацией На твой взгляд Как изменился Рынок За последний Год-два Ну Сейчас Общем Мировая тенденция Например Повышенного Интереса К облакам Пришла к нам Это совершенно Однозначно И Сильно Появился Интерес Естественно Солочинных Причин Печальных Удавленной Работы Вот То есть Вопросы Как обеспечить Работу Компании Когда Периметр По сути Отсутствует Этот вопрос Если Два года назад Три года назад Был Для большинства Компаний Умозрительным Последние два года Он предельно Практичный Прагматичный Как это сделать Безопасно Как сделать так Чтобы ты Мог Четко Определить Какие пользователи Имеют доступ Какие не имеют И если имеют То куда имеют И Многие слова Которые Два года назад Были абсолютно Гипотетическими Там ZTNA SASE И прочие Вот эти красивые слова Для многих заказчиков Стали вполне себе Насущными Фронтами Их работ Да И реализация Вот этих подходов Zero Trust И прочее Стали вполне себе Как бы Ежедневно Работать И Вот По твоим ощущениям Там По итогам Вчерашнего дня Ты можешь сказать Что люди Подходят И такие Нам что-то Zero Trust Надо делать Или С какими вопросами Они К тебе Подходят На стенд На текущий момент Те Кто к нам Подходят Это люди Которые Нужен Zero Trust Или Zero Trust Network Access Или Системы Класса XDR Но Как раз Они этих слов Еще пока Не знают Вот Но Звы задачи Они артикулируют Вполне себе Четко И понятно Просто Наша задача Только им Обозначить Что Сегодня Называется Вот так И реализуется Вот так Ну Что-то Мы можем Что-то Не можем Наша задача Здесь Не только Рассказать Про себя Просто Естественно Поделиться Тем технологиям Которая В принципе Есть На рынке Как ты Вообще По своим Ощущениям Оцениваешь Сокфорум Этого года Ты же Мне кажется На всех Наверное Был Я тебя удивлю Я не был Ни на одном Это мой первый В прошлых Участвовали Мои коллеги Я пропускал Но Я Здесь честно Очень приятно Удивлен И уровень Аудитории Организации И количеством Участников Да Ребята Старались Можно Я немножечко Посмотрю Что у тебя Лежит на стенде Это Чего такое А с каким Запахом О И не И не Противный Прекрасно А это Конфетки Какие-то Они Сосетельные Или Жевательные Это Конфетки Сосетельные Сосетельные Да Хорошо Сейчас для меня Будет эксклюзивный Суменир Наверное Ребята Ну Как бы Имейте ввиду Что Подойти Можно Подойти На стенд Трендмайкро Лучше С микрофоном Позадавать Какие-нибудь Умные И не очень Вопросы И можно Таким Образом Зарабатывать Лицензию Могут Подходить Я тоже Дам У меня Я слышу Коллеги Из нашей Комнаты Говорят Принеси И нам Тоже Конфеточку Коллеги Несу Спасибо Миш Хорошего Дня Итак А мы С вами Двигаемся Дальше По нашей Выставке Давайте Посмотрим Что у нас Происходит В telegram Боте Так 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 Где Где Вот Вот Здесь Напомню Что Telegram Бот Располагается По адресу Собачка Sok Forum Нижнее Подчеркивание Бот И Туда Вы можете Написать Свои Вопросы Так Так Я вижу Что Что Здесь Только Похвалы В мой Адрес Спасибо Спасибо Задавайте Свои Вопросы Мы Обязательно Оценим Автора Лучшего Вопроса И Партнеры Нашей Выставки Обязательно Пришлют Вышлют Отправят Вам Приятный Подарок Итак Мы Когда Гуляли По Выставке С той Страны Пропустили Стенд Компании У ЦСБ Я думаю Что Мы можем Вернуться Потому Что Коллеги Подъехали И Я думаю Поделиться С нами Своими Впечатлениями Своими Ощущениями Расскажут Что Они Показывают На стенде Что Демонстрируют И Да Точно Я Вижу Что На стенде У ЦСБ Появились Участники Итак Здравствуйте Коллеги Разрешите Я Прерву Ваш Разговор Михаил Очень приятно Расскажите Пожалуйста Что Собственно Сегодня Происходит На стенде У ЦСБ Ну Добрый день Здесь На самом деле Объединенный Стенд У нас Здесь Не только У ЦСБ Как интегратор Как владелец Собственного SOC Который Предназначен Для мониторинга Инцидентов В том числе В сетях С УТП Мы также Еще предлагаем Несколько решений От наших Вендоров Это решение Cyberlimp DataPK Это такой умный Сенсор Для сетей С УТП То есть Он позволяет Отслеживать Подозрительный Трафик Контролировать Конфигурацию Различных Систем Которые Вот находятся В контуре Производственном Это первый продукт А второй продукт Это SOAR Решение То есть Это система Предназначенная Для SOC Для автоматизации Работы Аналитиков И для автоматизации Собственно Непосредственно Расследования Инцидентов И реагирования Инциденты Кибербезопасности Здесь Есть Некоторая инновация В которой Мы предлагаем Точнее Даже две инновации Относительно Решений Представленных На рынке Это не только Я имею в виду Российские решения Но и международные Компании Первая Это инновация Это экспертная система То есть Когда мы можем Облегчить работу Аналитиков Не просто Автоматизация Которая появилась Из нашей практики А она появилась Из обобщения Опыта Мирового Когда мы Понимаем Что вот есть Например 400 типов Инцидентов На каждой Из этих типов Есть определенный Набор Способов Как расследовать Инцидент Как реагировать На инцидент Или как укреплять Свою инфраструктуру Для того Чтобы этот инцидент Не случился Впредь Вот такую Экспертную систему Мы представили Вчера В виде доклада Ну и можно Соответственно Посмотреть на нее Вживую Это первое А вторая Инновация Она заключается В том Что мы Опять же Меняем подход К архитектуре Сок И к архитектуре Систем Которые в нем Находятся В направлении Сервер лес Что такое Сервер лес Это облака То есть Если мы рассматриваем Облачные платформы Такие как Яндекс Например Сбер Селиктел Это из российских Или Майкрософт Тэжо Гугл Клауд Платформ Вот То как бы Нужно уметь С ними работать Нужно уметь Находить в них Инциденты Нужно уметь Взаимодействовать С теми системами Которые развернуты В этих облаках И вот мы Такую возможность Тоже реализовали В рамках Вот своего Решения А кто-то есть Уже На рынке Кто делает Похожие Вещи Ну Смотрите Вот если мы говорим Про экспертные системы Эта тема Достаточно новая Но Как бы Я думаю Что она будет Очень активно Развиваться На рынке В следующем году И как бы Если посмотреть На то что делает Майтер Компания И Понимать Что например За этим исследованием Стоит агентство Национальной безопасности США То мы понимаем Что в это дело Вкладываются Серьезные ресурсы Вот То есть Да Эта тема Новая Да Она интересная Перспективная Мы здесь Ну как бы Одни из пионеров Вот То что касается Сервер лес Мне кажется Что это такой тренд Который уже Просто Ну Не знаю То есть Вот все что касается Облаков Это уже Де факто Пришло в интерпрайз То есть Это тренд И Есть компании Которые предлагают Подобные услуги Или Это тренд Но Но мы тут первые Ну Именно вот Если посмотреть на Суар Я думаю Что мы тут первые Вот Если посмотреть на то Что Как бы Как устроены Облачные платформы То мы понимаем Что в основе Них Есть Идентичные подходы И эти подходы Вот есть И в российских Облачных платформах И в международных Это Так называемый Серверлес То есть Это то Что позволяет Вам Выполнять Код В облаках Не используя Например Виртуальные машины Хорошо Ого-го Это может быть Сложно звучит Но И Это Пользуется Спросом Нет Мы думаем Что это будет Пользоваться Спросом Потому что Как я говорю Enterprise Инфраструктура Переходит в облака Да И мы точно знаем Что крупные Не знаю Даже Там Центры Кибермониторинга Такие Как Бизон Они арендуют Мощности Например В Яндекс Облаке Очевидно Что им Нужно Уметь Оркестровывать И автоматизировать Те информационные Системы Те активы Которые Они вынесли Они вынесли В облако Теперь Стало Гораздо Более Понятно Расскажите Собственно К вашему Стенду Подходят Участники Нашей Мероприятии Что они Спрашивают У вас Чаще всего Смотрите Мы Как бы Работаем На очень Конкурентном Рынке То есть Вот если Посмотреть На рынок IRP SOAR То есть Подняться На следующий этаж То там Как бы Половина Стендов Посвящено Вот этому Сегменту То есть Я могу Точно Сказать Что да Мы в тренде Те решения Которые Мы предлагаем Они интересны Они пока Ну еще Находятся На стадии Такой Немножко Пионерской То есть Визионерской Стадии Вот И должно Пройти Время Прежде чем Это будет Принято Рынком Вот Но Из интересного Я могу Сказать Что Ну Даже Очень Закрытые Специализированные Заказчики Например Там Министерство Обороны Да Как бы Оно Проявило Интерес К тому Подходу О котором Я вам Рассказываю Это здорово Значит У вас Вчера Не было На мероприятии Я правильно Поняла Я был На мероприятии Но я был Больше Как Зритель Участник Различных Секций Не как Участник Работа На стенде Слушайте Очень Интересно Расскажите Что Самое Такое Яркое Отложилось У вас В памяти Из вчерашних Докладов Ну Как бы Наверное Вот Из Там Первых Инсайтов Да То есть Когда мы Говорим О гособлаке О том Как бы Ну О том Проекте Который Сейчас Ведет Минцифры Я понял Что У Минцифры Нет Пока Понимания Лучших Практик Как Организовать Киберзащищенность Вот этих Вот систем Которые Будут Развернуты В облаке То есть Нет методики Нет Верхнеуровневого Такого Фреймворка Который Б позволил Описать Как правильно Обеспечивать Безопасность Подобных Систем Вот И Это Наверное Возможность Для Участников Рынка Для Участников Рынка И Компании ОЦСБ Отлично Я Желаю Вам Реализовать Эту Возможность Спасибо Вам Большое За время Было Очень Интересно Я Надеюсь Что Сегодня На Стенде Вы Не Разочаруетесь И Будет Так же Интересно Как Вчера На Докладах Спасибо Большое Итак Я напомню Что Компания ОЦСБ Выступает В этом году Партнером А давайте Уточним Потому что У нас Есть Несколько Статусов Есть Статус Партнер Выставки А есть Статус Партнер Форума Итак Компания ОЦСБ Сейчас Я ее Найду У нас Огромный Список Партнеров И Спонсоров В этом Году Так 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 И Ой Очень Интересно Но почему То Я не могу Найти ее В своем Списке Ну Вероятно Вероятно Каким-то Партнером Компания ОЦСБ Выступает Извините Здравствуйте Анатолий А мы Пойдем Дальше И Следующая На очереди У нас Компания Гарда Технологис Точнее Гарда Технология И Технологии И Так Пангео Радар Мы уже Подходили И так Посмотрите Какой Оживленный Стенд Надо сказать Что Вчера Особой Популярностью Пользовались Стенды Где Разливали Глинтвейн Или что-нибудь Еще Сегодня С утра Мы видим Активность Возле стенда Компании Гарда Технологии Потому что Они Наливают Кофе Сегодня С утра Это Прямо Как Никогда Отлично Да Я Кстати Бы Не Отказалась Аня Привет И так Что Прекрасного Нового Интересного Гарда Привезла На Субфорум У нас Сегодня В основном Все смотрят Систему Гарда Монитор Это Система Класса NTA Network Traffic Analyze Для Инвентаризации Всего Вашего Зоопарка Разрозненных Информационных Систем И Наведение Порядка В структуре Выявление Шифровальщиков Майнингов Неучтенных Портов И Еще Ретроспективного Расследования Всего Что могло Произойти И Произошло Несмотря на Всю систему Безопасности У вас Может быть Какая-нибудь Новая Версия Вышла К Сокфорум Или Нет Или Это У нас Версии Постоянно Выходит У нас Непрерывный Процесс Разработки И Новые Версии Выходят Четыре Раза В год Как Минимум Поэтому Да У нас Вышла Новая Версия У нас Появились Новые Крутые Отчетики И Управление Безопасностью Трассети Стало Просто Более Удобным И Наглядным И Понятным Для Любого Среднего Специалиста Вот А еще У нас Новая Система Мы На Сокфоруме Первые Можно Сказать Презентуем Вообще Новую Систему В нашем Портфеле Это Гарда Файлы Система Класса Дак Или Дикап Для Управления Нерелационными Массивами Данных Для Наведения Порядка Во всех Ваших Файловых Помойках Общих Папках Рабочих Компьютерах И Всего 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 Можно Выявлять Где Что Хранится Кто К Чему Имеет Доступ Очень Классная Вещь Просто Очень Классная Вещь Подходите Берите Люди Подходят К вам На Стенд И Что Чаще Всего Они Спрашивают Знают Ли Они Про Гардуфайл Мы Слышали Про Очень Классную Вещь Дайте Мне Ничего Не Знают Потому Что У Нас Это Пока Что Предпоказ Вот А Про Монитор На самом Деле Здесь Очень Много Сегодня Людей Которые Про Нас Знают Которые Пользуются Наши Решениями Есть Те Постоянные Клиенты Есть Те Кто Там В общем То Имеет Какую Другую Историю Общения С нами Много Интеграторов Много Партнеров Наших Вот Так Что Ну В общем То Такая Тусовка Узнаваемая В основном В чем Главная Ценность Сокфорума В общении Или Есть Еще Какие Нибудь Ценности Слушай Ну Сокфорум Такая На самом деле Площадка Уникальная Потому Что Это Это Не Просто Там Конференция По ИБ Да Это Конференция Достаточно Специализированная И Здесь Поднимаются Практические Вопросы И сюда Действительно Люди Приходят За какими-то Практическими Кейсами И Ищут Ищут Практику Ищут Решение Своих Вопросов Вот Этим Ценно Потому Что Люди Все В основном Вовлеченные Заинтересованные И В общем-то Понимающие Случайных Людей Практически Здесь Нет Я Думаю Это Класс На Твой Взгляд Или На Ваш Взгляд Официально От лица Компании Как Рынок Изменился За последний Год Два За последний Год Два Ты знаешь Мне кажется Больше всего За последний Год Два Сказалась Естественно Пандемия Потому Что Очень Много Внимания Стало Уделяться Системам Удаленной Удаленного Контроля Сотрудников Удаленной Безопасности Люди Ищут Новые Решения Потому Что На самом Деле Такого Не было Никогда Не было Таких Запросов И Сейчас Нужно Срочно Что-то Делать Чтобы Обезопасить То Что То Что Разпределено И То Что Вне Периметра Вот И Мы Все Над Этим Трудимся Все Ищем Свои Пути Решения Этих Проблем Отлично Как Тебе В целом Мерприятие Вот По итогам Вчерашнего Дня Что Ты Можешь Сказать Хорошего Желательно В адрес Организаторов Желательно Организаторы Молодцы На самом Деле Большое Мерприятие Здесь Несколько Тысяч Человек Все Гладко Все Распределено По Тематическим Сессиям Без Заминок Без Всего Все Все Замечательно Все Как Всегда На Выше Ты Что Нибудь Вчера Удалось Послушать Из Секции Про Гособку Послушала Про Новые Требования Новые Регулирования Пора Лицензирования В стек Послушала Практические Советы Как Это Все Проходить Это Достаточно Полезно Для Любого Вендора Потому Что Рано Или Поздно Пересертифицироваться Приходится Всем Вот А у нас Сейчас Новые Правила И Советы Были Полезные Вот Так Что Сегодня Тоже Будет Несколько Полезных Секций Планирую Посетить По Требованиям Сок Отлично Спасибо Небольшое За Время О да Какие у вас Подарки Есть Давайте Смотреть Что Можно Взять Такого Интересного Так Класс Класс Спасибо Большое Здорово Можно я Подойду За Подарком Ладно Спасибо Большое Все Все Запомнили Что У меня Здесь Подарочек Привет А мы Идем Дальше Так Компания Zikyurion Здравствуйте Коллеги Компания Zikyurion Также Привезла Что То Интересное На Сок Форум И Станислав Нам Сейчас Расскажет Что Компания Zikyurion Показывает Рассказывает Друзья Коллеги Вы знаете Рассказываем Мы В основном Про нашу Новую Версию Нашего Флагманского Продукта Zikyurion DLP И То Количество Инноваций Которое Было В эту Версию Внедрено Практически Полностью Изменяет Продукт И Нам Не Хватит С Тамар И Пяти Минут И Десяти Для того Чтобы Обсудить Каждое Интересное Нововведение Поэтому Я думаю Что мы Позовем Всех Заинтересованных Людей Сюда Для того Чтобы Подробно В деталях В длинном Диалоге Рассказать О том Как меняется Наша Компания Продукты Как мы Поможем Бизнесу И рынку В целом Давай Топ-3 Топ-3 Изменений Вашего Продукта Мы Добавили Наверное Такую Экспериментальную Опцию Как Внутренний IRP Которая Позволит Крупному Корпоративному Сегменту Проводить Расследование Прямо Внутри Нашей Экосистемы Внутри Консоли Закирион ДЛП Назначать Ответственных И смотреть За Ходом Расследования Плюс Были Добавлены Супер Актуальные Варианты Отчетов Такие Как Режим Беседа Для всех Мессенджеров Типа Телеграм Ватсап Десктоп И веб Версий Где Вы Можете Видеть Непосредственно Как в Телефоне Переписку Сотрудников Для того Чтобы Не тратить Время И Не смотреть Это В долгом Неудобном Формате В режиме Архива Если Говорить Про Какую-то Третью Отстройку Давайте Мы Скажем Про Камеродетектор Потому Что Этот Функционал Как Раз Позволяет Контролировать Сотрудников Которые Пытаются Сфотографировать Экран Ноутбука Либо Монитора Вот Я думаю Что Как бы Это Те Основные Новшества Которые Мы Сейчас Можем Предложить Рынку Такого Нет У Коллег Конкурентов Или Или Есть Я думаю Что Мы Идем Рука Об Рыку И нога В ногу С ними Я не могу Отслеживать Прямо В моменте О том Появляются Или у них Такие вещи Я знаю Что У некоторых Коллег Есть Похожий Функционал Но К сожалению У меня Нет Деталей То Насколько Сильно Мы Сейчас Отличаемся И в Какой Стадии Реализации Находится Это у них Поэтому Для нас Это Новое И мы Позиционируем Для рынка Это Тоже Как Новое Отлично Отлично Слушай Скажи Пожалуйста С каким Основным Посылом С каким Основным Вопросом К вам Подходят Люди Они Ты знаешь На самом деле Наверное На протяжении Уже 15 лет Спрашивают Одно и то же Сколько вы стоите Как долго Внедряется Что у вас Нового Поэтому Я думаю Что что-то Нового И вряд ли Мы им Расскажем И какие-то Скрипты И ответы Они уже Стали констативными Я не могу Сказать Тамару Что мы тут Как-то В диалоге Много У нас Как-бы Новшеств Поняла Как в целом Ощущения После первого Дня Мероприятия Как Чего Я сорвал голос Потому что Вчера был Достаточно шумно Из-за насыщенной Программы Как раз Сессии Сменяющейся Другой сессии Вот И С учетом того Что у нас Несколько затянулся Вчерашний день Как-бы Мы успели Поработать Еще плотно Отдохнуть Вот Поэтому Я вообще Исхожу из того Что как-бы Для меня Сегодняшний день Начался смучение Определенно Вот Поэтому я сейчас Пью кофе У меня Пересохло во рту Я выдавливаю Из себя Последние слова Вот Я понял Я подойду Еще Не буду Больше тебя Мучить Спасибо Большое Ребят Я надеюсь Что сегодня Пусть день Будет легче Но не менее Продуктивен Да Счастливо Давайте Подойдем Дальше Кстати Я напомню Что в нашем Телеграм Боте Напомните Сокфорум Нижнее Подчеркивание Бот Я думаю Вы уже Все запомнили Вы можете Оставлять Свои вопросы Участникам Компаниям Мы подойдем Эти вопросы Озвучим Обязательно Оценим Автора Самого Лучшего Вопроса Итак А мы Подходим К Компании ИСЭД Кстати От компании ИСЭД Обязательно Авторам Лучшего Вопроса Будут Вручены Приятные Сувениры Здравствуйте Уважаемые Коллеги Есть у меня К вам Несколько Вопросов Внимательно Вас слушаем Да Я сейчас проверяю На всякий случай Не написал ли мне Кто-нибудь Какой-нибудь Прекрасный вопрос Но пока Страничка Обновляется Итак Расскажите Пожалуйста Что С чем Компания ИСЭД Приехала На Сокфорум Мы Приехали С нашим Решением Сервисным Трэд Интеллендженс Собственно Поставка Фидов В Семь Систем Обогащение Данных Кибераналитика По Собственно Таргетированным Угрозам Как Вы Ощущаете Спросы Заинтересованность Рынка В Такого Рода Решения На Протяжении Прошлого Года Этого Года Спрос Достаточно Серьезно Растет Огромное Количество Проектов В Прошлом В Текущем Году Огромное Количество Потенциальных Проектов Запланировано Еще На Следующий Год Поэтому Спрос Есть И Собственно Мы Соответствуем Рынку По Разным Направлениям Цена Качество Соответствуем Поэтому Все В Порядке Какое Главное Предубеждение Что Ли У Клиентов Или Какая Главная Проблема С которой Вам Как Вендору Приходится Сталкиваться Проблема Одна Мы Являемся Иностранным Вендором Собственно Из-за этого На нас Очень скептически Смотрят И отсюда Возникают Некоторые Сложности Взаимодействия Но Тем не менее У нас Есть Каналы По которым Мы можем Решать Эти Проблемы Даже Не Проблемы А Эти Нюансы И Собственно Делаем Это Достаточно Успешно Отлично Вы Вчера Что говорят Сказали Что-нибудь Иван Был сегодня На сокфоруме Огонь На такой Обратной связи Не было К сожалению Потому что Я еще с ними Не коммуницировал Все работали Допоздна Собственно Как мои коллеги Так и я Поэтому Я перехватил Ставетную палочку И думаю Что сегодня Будет не хуже Вы Были на предыдущих Сокфорумах Я был Последний раз На соке В девятнадцатом году Собственно Отличие Колоссальные На мой взгляд Вот Ну естественно Отлично Много Очень интересных тем Плюс ко всему Сегодня выступает Мой коллега Дмитрий Ланцевских Он сегодня будет С докладом Как раз По TI Думаю Вопросы Будут заданы Однозначно И мы С радостью На них ответим Какую О чем Дмитрий Расскажет Ну буквально В нескольких Словах Чтобы заинтересовать Наших Зарителей В нескольких словах Он будет рассказывать О нашем TI С кем мы интегрируемся Чем мы отличаемся О наших особенностях Ну и естественно Отключать на вопрос Кстати Расскажите Там Один Два Три пункта В чем Ваше Отличие Давайте Не будем Далеко убегать Об этом Расскажет Дима Но скажу так У нас У каждого вендора Кто предоставляет Информацию Там Об угрозах Разные источники Данных Как минимум Собственно По ним мы Также можем Отличаться Плюс ко всему У нас Есть Свой центр Информационной безопасности Аналитики Мы достаточно Долго Также на рынке И собственно Отсюда Информация Может разниться И дополнять Друг друга Других вендоров Поэтому в направлении Threat Intelligence Мы не столько Конкурируем Сколько дополняем Друг друга Вот это Скажем так Наша позиция Как вендора Отличная позиция Я желаю вам Успехов Я надеюсь Что Дмитрий Вы сегодня Отлично Выступите Спасибо вам За время И Всего доброго Увидимся На следующем Сокворуме Наверняка Спасибо большое Ребят Напомню Что Компания ESET Выступает Партнером Выставки И Компания ESET Обещала Автору Лучшего вопроса Обязательно Подарить Что-то Что-то Прекрасное И интересное Здравствуйте Коллеги Мы подошли К стенду Компании PricewaterhouseCuper И Расскажите А с чем Вы Приехали Что вы Рассказываете Кто Расскажет Вы Да Мы На самом деле Буквально Недавно Закончили Исследование Это Наш Самый Интересный Лот Который Мы Представляем Это Исследование Digital Trust Insight Называется Оно Глобальное Но при этом Есть Российские Средства В том числе Оно Включает Опрос 3000 Более Чем 3000 Руководителей Бизнеса В целом Подразделения IT И информационной Безопасности И Мы Считаем Что То Средование Которое Мы Провели Оно Может быть Очень Хорошо Применимо При Обсуждении Стратегии Информационной Безопасности Стратегии СОК В Компаниях А Можете Какую-нибудь Затравочку Нам дать Рассказать Собственно Какие-то Может быть Там Самый Главный Тренд Который Вы Выяснили По итогам Этого Исследования Или Топ-3 Каких-то Очень Важных Да Конечно Ну В общем-то Из статистики Если смотреть Да То Большинство Руководителей Ожидают Что Инциденты И количество Их будет Расти И масштаб Этих инцидентов Будет так же Расти В следующем Году И Второй Момент То Что Бюджеты На кибербезопасность Будут так же Требовать Там Роста Да Потому что Меняется Ландшафт Меняется В принципе Там Количество Систем Количество Угроз Которые Есть Актуальные Для Которые Компании Соответственно Бюджет Тоже Необходимо Наращивать И Наверное Основной Тренд Который Мы Здесь Вывели Это То Что Во всем Мире Сейчас Компании Смотрят На Упрощение Кибербезопасности То есть Сейчас Очень Сложный Ландшафт И Соответственно Безопасность Тоже Ставаться Сложной Технически Угроз Сложный Или Ландшафт Смысле Систем Безопасности Ну Сейчас Есть Общий Тренд На Экосистем На Строительство Экосистем То есть Те же Компании Логично Сбербанку Яндекс Они Выстраивают Огромную Экосистему Где Различные Бизнесы Требуют Различных Подходов В том числе С точки зрения Информационной Безопасности И Это Размывает Границы Сейчас Нет Стандартного Периметра Все Пытаются Защищать Не Только Периметр Но В принципе Всю Экосистему Поэтому То есть Продолжать Выстраивать Шлагбаумы Или какие-то Заборы На пути Пользователя При доступе К конкуренционным Системам Это усложняет Работу И опыт Пользовательский Поэтому Многие Замечают Что нужно Выходить От Превентивных Мер В сторону Таких Детективных Но при этом Сложно Детективно То есть Нужно Выстраивать Сложную Систему Мониторинга На что Собственно Сок И Нацелен И Благодаря этому Выявлять В реальном Времени Все инциденты Или там Все атаки Которые Сейчас Идут На Компанию Но при этом Не городить Большое Количество Заборов На пути Пользователя Очень интересно Спасибо За информацию Это И есть Это исследование Ребята Короче Можно подойти На стенд Компании И взять Интересную Брошюру Да Я обязательно За ней Еще подойду Мне Это тоже Очень интересно Что У вас Еще Прекрасного Интересного На стенде На самом деле Хотели бы еще Рассказать Что мы У нас За последний год Появились Выпускники Нашего Венчурного Хаба Или Как называется Венчурного Клуба Соответственно Мы их Представляем Сегодня Здесь То есть У нас Есть Коллеги Которые Занимаются Автоматизацией Симуляции Атак Кибератак Они Разработали Свои решения И мы Сейчас Предлагаем Также Мы Сегодня С партнерами Зорокл Коллегами Также Представляем Совместные Продукты По Клауд Секьюрити То есть Вместе С Орокл Клауд Сервисами Выстраиваем Стратегию И Консалтинг Вокруг Защиты Облачных Технологий Мы Сегодня Не в единственном Числе Мы С партнерами Работаем С ними Совместно И Достаточно Успешно Расскажите Такой момент Про Венчурный Клуб Туда Может Прийти Любой Прекрасный Господин Который У меня Есть Гениальная Идея Хочу Венчурный Клуб Ваша Компания У нас Есть ПВС Венчур Хаб Мы Отбираем Стартапы И Вот В январе Будет Третий Или Четвертый Уже Набор И Соответственно Мы Отбираем Стартапы В различных Направлениях Это Автоматизация И Технологии И Кибербезопасность Одни из наших Выпускников Это была Компания Control Hack С которой Мы Сейчас Активно Сотрудничаем И Вместе Разрабатываем Продукты Например Продукт По Количественной Качественной Оценке Киберисков В том числе Интегрирован С платформой Control Hack И В целом То есть И WC.ru Интересные Компании Приходите К нам И Мы Будем Готовы С вами Посотрудничать А Расскажите Вот Вообще Люди К вам К вашему стенду На мероприятие Подходит Что Они Спрашивают Что Они Говорят Вы Что Тут Делаете Или Или Что Или Уже Какой-то Есть Конкретный Запрос И Люди Его Задают В основном Конечно Спрашивают Про Услуги По Развитию Секюрити Оперешен Центров А Также Достаточно Популярная Тема Это Уценка Киберисков И Потому Что Как Люди Реагируют Есть Разные Разные Вопросы Которые Нам Задают Но В частности Что Ведет Уважаемый Бренд Вызывающий Доверие Это Правда Ваше Впечатление Вообще В целом Как Как Вы Оцениваете Эффективность Вчерашнего Дня Да Вчера Было Достаточно Оживленно И У нас Очень Скажем так Хорошо Разошлись Прошюры По Digital Trust Insights Мы У нас Есть Несколько Опросников Которые Можете Пройти Онлайн И Получить Ответы На Интересующие Вас Ну в целом Да Расскажите Да Это Так Оценка Комплексности Системы Обеспечения Непрерывных Дей Получите Результат Бенчмарк Бесплатно Что мне Для этого Нужно Сделать Пройти По QR-коду Можете Сканировать QR-код Так Ответить На вопросы И получить Оценку Какие У вас есть Проверяем Все ли Работает У Уважаемого Бренда Я надеюсь Что сегодня Будет прекрасный День Очень эффективный И Удачи вам А за брошюркой Я подойду Спасибо вам большое Итак Мы идем дальше Мы уже Практически Завершаем Здравствуйте Дорогие Коллеги Как ваше настроение Как дела Утреннее Утреннее Тяжелое Да Да Работает Расскажите Что Что у вас За прекрасные Картинки Такие На экране Давайте Я расскажу Изначально Ну то есть Вначале Про Новости Которые у нас Происходили С нашей компанией Потому что Последний раз Мы с вами Общались На интервью Еще была На дел Пифоруме Тогда Тот момент Если не ошибаюсь Это был Май Да Конец Мая Соответственно Было Не так Много Новостей В конце Мая Мы Как раз Таки Стали Опять же Независимой Компанией То есть Компания Макафи Соответственно Разделилась На интерпрайзную Часть И на Консумерскую И То есть Именно Юридическое Соответственно Отделение Компании Произошло Если Не ошибаюсь Что-то В июне Что-то Около Того На 8 Марта Объявили А вот В июне Закончили Как раз Таким На это Разделение После Чего Соответственно Было Много Новостей На Российском Рынке О компании Макафи Потому что Много И Соответственно Слухов Ходило Что с Нами Происходит Но Произошла Еще Более Интересная Новость Наш Инвестор Который Выкупил Нашу Компанию Именно Часть Корпоративную Компанию Макафи Интерпрайз Они Объявили О покупке Компании Файрай Новеньки Тоже Большого Сильного Игрока По Информационной Безопасности И Соответственно Начались Вот эти Качели Соответственно Никто Не знал Что Происходит Но В конце Октября Компания Макафи С Компанией Файрай Заключили Уже Юридическое Соглашение На Слияние Двух Компаний То Мы Юридически Уже Одна Компания Пока Мы Торгуемся Под Брендом Макафи Интерпрайз Они Известны Еще Под Компаниям Файрай Но В начале Января Нас Ожидает Соответственно Новое Лого Новое Имя Объединенное Двух Компаний И Уже Соответственно Есть Первые Шаги По Интеграции Двух Порфелей Соответственно Эти Будут Процессы Осуществляться Осуществляться Они будут Некоторое Время Как Мы Понимаем Когда Такие Два Соответственно Занимает Некоторое Время На Слияние Соответственно Из чего Я думаю Нас ждет Очень много Чего Интересного Много Новых Решений Особенно Интеграция Двух Платформ От Компании Файрай И от Компании Макафи Интерпрайз Вот это Грубо говоря Так Поверхностно О новостях Да Потому что Еще Некоторые Путают Соответственно О недавней Покупке Компании Макафи Именно Консумерской Части Тоже Одним Из Точнее Группой Инвесторов Которые К нам Не Относится Это Вот О новостях А Что касается С Продуктовой Части Как я понимаю Вы хотите Ну Я так Вкратце Расскажу Мой коллега Антон Тихонов Я думаю Больше Расскажешь Соответственно Именно По Продуктовой Части Но В частности Продуктовой Мы Еще На Делп Форуме С вами Обсуждали Наше Коробочное Решение Которое Состоит Из Ряда Решений Включая Классические Решения Веб Прокси Как Он Премис Так И Облачные Хостовые Делп Соответственно Решение Класса Казба Недавно Добавилось Новое Решение Класса Зетей Ней Zero Траст Именно В это Коробочное Решение Но И В дополнение Соответственно Такой Наверное Новость На Закидку Наперед Соответственно В данное Решение Будет Еще Входить Firewall Как Сервис То есть Ну И Решение Класса RBI Ну Вот Это Что Мы RBI Remote Browser Изолирует Трафик Соответственно Пользователя Я думаю Мой коллега Как раз Таки Больше Расскажет Поэтому Потому Что У нас Ограниченный Лимит Времени Давайте Может быть Какие-то Топ Три Самые Важные Фишки Про Какой-нибудь Самый Важный Продукт Который Вы Хотите Рассказать Может быть Про Который Чаще Всего Спрашивают Наверное Я Коллеге Передам Слово Он Как раз Таки Давайте Наиболее Наверное Часто Спрашиваем Продукт Это Все-таки Решение Класса Сасси UC Unified Cloud Edge Состав Которого Входит Как уже Евгений Сказал И Классические Решения И Облачные Части Классических Решений Которые Работают На рынке Уже Более Десятка Лет Из Новшеств Что Было Это Remote Browser Isolation Собственно Изолированная Среда Для Изоляции Веб Контента То есть Пользователь Фактически Опасна Для Пользователя И Вторая Прям Очень Горячая Тема Та же Самая Технология RBI Remote Browser Isolation Используется Для того Чтобы Реализовать ZTNA Подход При Доступе Пользователя К данным То есть Система Анализирует Защищенность Системы Пользователя Его Рабочей Станции И На основании Этого Состояния Осуществляет Либо Полный Либо Ограниченный Либо Полностью Изолированный Доступ К этим Персональным Данным Корпоративным Данным Через RBI То есть Фактически Пользователи Кондициональной Информации Ни с какой Не взаимодействия Взаимодействия С картинкой Эти данные Передаются Через RBI К самим Данным Они Обрабатываются Возвращаются В ответе В виде Картинки Это Прям Очень Классная Тема Ее Очень Часто Спрашивают Она Интереса На рынке То есть Рынок Нагрет Ему Так Тепло Хорошо Но Помимо Интереса От заказчиков Которые Просто Что у вас Есть А как Это Работает Покажите Продемонстрируйте У нас Уже Идет Ряд Внедрений Одно Внедрение В одной Крупной Финансовой Организации Федерального Уровня Уже Завершено То есть Этот Продукт Не Просто Интересен Он Реально Используется Рейн Компания Это В общем Классно Я желаю Вам Успехов Мы Побежали Дальше Спасибо Вам Большое Итак Мы Переходим К следующей Компании Компании Spacebit Да Это Что-то Новое Для меня Расскажите Пожалуйста Чем Вы Занимаетесь Это Не Только Для вас Новое Это Новая Компания Буквально Мы Открылись В этом Году Мы Дочерняя Компания Информ Защиты Мы Вышли Фактически Из Недр Мы Вендор Мы Разрабатываем Программные Продукты В области Информационной Безопасности И у нас Сейчас В портфеле Четыре Продукта В тематику Сегодняшнего Форума Совпадает Один из Продуктов Это Портал Сок То есть Программный Продукт Который Позволяет Улучшить Взаимодействие И выстроить Коммуникации Между оператором Сока И Конечными Заказчиками Ну и В продукте У нас Еще Довольно Интересных Четыре Продукта На Конференции Довольно Интересно Составам Участниками Вчера Была Очень Высокая Активность На стенде Мы Прямо Видели И Довольно Интересно Было Обнаружить Наши Новые Продукты И Мы Здесь По некоторым Продуктам Сделали Такую Проверку Гипотез Когда Мы Еще Продукт Еще не Вышел Но мы Выставили Интерес К этому Продукту И Естественно Для себя Делаем Выводы Что Продукт Потенциально Может Быть Интересным Рынок И Будем Ускорять Его Выпуск На Рынок Отлично Отлично Я Вам Желаю Таки Не просто Ускорять Но И Не забывать Про Качество Да Наверное Расскажите Немножечко Может Что-то Можно Посмотреть Про Ваш Продукт Да Ага Максимально Готовых Продуктов Сейчас Это Продукт X-Control Продукт Который Позволяет Вести Учет Средств Криптографической Защиты Продукт Учет Не в смысле Бухгалтерии А учет В смысле Безопасности То есть СКЗИ Ключи Электронно-цифровой Подписи Это Утеря Компрометация Это риск Информационной Безопасности Поэтому Мы подходим Здесь Позиции Не Бухгалтерского Учета А учета В таком Электронном Виде А учет В подходе Именно К обеспечению Безопасности Ифраструктуры Ключи Электронно-цифровой Подписи И так далее Поняла Ребята Если вам Интересно Подходить На стенд Коллегам Обязательно Спрашивайте И получайте Информацию Спасибо вам Огромное За время Пойду К вашим Коллегам Формозащиты Всего доброго Здравствуйте Ребята Здравствуйте Иван У нас есть Тамара Расскажите Топ-3 Самых Главных Вещей Которые Информозащита Транслирует На Сокфоруме Во-первых Традиционно На Сокфоруме Все транслируют Одну Самую Главную Вещь Они есть Им Все Лучше Они Все Да Спасибо Что Живой Вторая Вещь Которую Мы транслируем Мы Продолжаем Наращивать Наш Объем И силу И мощь Нашего Центра Мониторинга Мы Растем Как в деньгах Как в клиентах Как в профессионализме И приглашаем Всех Принять участие В этом росте Становясь Нашими Заказчиками И получая Хорошую безопасность Хороших Людей Ну и Третья Вещь Ну вообще Традиционно Сокфорум Это место Где Встречается Весь рынок Все старые Знакомые Все друг друга знают Все другом общаются Место общения Тусовка Вот То есть Мы Ну в ней Отлично Как ощущения Впечатления Хорошие Особенно с учетом Того Что давно Не было масштабных Мероприятий Со всей этой Пандемийной Историей Как бы Несколько Отвыклись Шарахаемся Люди Люди Кто это Хорошо Отлично Спасибо Иван Мы Продолжаем Нашу экскурсию По выставочной части Сокфорума 2021 И не теряя уже Больше ни минуты Пойдемте Сразу К стенду Нашего Генерального Партнера Компания Ростелеком Солар Итак Здравствуйте Коллеги Павел Есть Вопросики К вам Скажите пожалуйста Что хорошего Нового Случилось С Джейсоком За последний год Хорошего У нас Джейсоке Много Случилось На самом деле Мы продолжаем Наращивать Нашу экспертизу В области Наших Аддонов К нашему Основному Сервису Мониторинга Это НТА Как сервис Это ИДР Как сервис Это АРП Как сервис То есть Первые два Они у нас Направлены На то Чтобы Подсветить Некоторые Ранее Неосвещенные Места В инфраструктуре Заказчика Которые нам Позволяют Выявлять Атаки Сложных Высокоуровнев Группировок И Правительственных Группировок АРП Позволяет На них Быстро Реагировать Второе То Что у нас Происходит Это Мы Еще Больше Ресурсов Вкладываем В Киберразведку В Асинт В исследование Того Как наш Заказчик Выглядит Вот С Этой Темной Стороны Отлично По вашим Ощущениям Как-то Изменились Запросы Заказчиков За Последний Год Или Может быть Два Если Так Проще Рассказать Да Безусловно Заказчики Изменились Вот Что касается Какой-то Роста Зрелости Рынком Прямо Сейчас Его Видно Заказчик Уже Зачастую Знает Что Он Хочет У него Были Различные Там Сейл Пресейл Проекты Уже Знают Что они Хотят От пилота То есть Ориентируется Не всегда На Полностью Наше Мнение И на Нашу Экспертизу А уже Ну Имеет Общее представление От того Что они Хотят От сервиса Ну В принципе Мне кажется Это довольно Хороший Комментарий У нас Немножечко Время Поджимает К сожалению И Расскажите Ощущения Как Как вы Тут Вот Два дня И Как Понравилось Не понравилось Хорошо Не хорошо Нам Очень нравится Естественно Мы Принимаем Активное Участие Во всех Секциях Во всех Заседаниях Что мы Видим Ну Опять же Про рост Зрелость Рынка То что Уже Грамотные Вопросы Грамотные Ответы Очень приятно Работать Особо Стоит Отметить Роль Регуляторов Все Возрастающую Приятно Возрастающую То что Они Имеют Место Где Могут Рассказать О своем Видении Не только В рамках Нормативной Документации Ну К трендам Еще Можно Отметить То что Сокфорум Начинает Бирать В себя Еще И такие Новые Для себя Области Как Биохакинг Который Сегодня На Антипленарке Тоже Тоже Озвучивался Отлично Я думаю Что В следующем Году Мы Будем Еще Более Лучше Вот Это Вот Все Делать Спасибо Большое Павел Мы Побежали Дальше Спасибо Всего Доброго А мы Плавно Перемещаемся К стенду Нашего Партнера Компании Лаборатория Касперского Уважаемые Коллеги Здравствуйте Небольшое Интервью Для нас Расскажите Как Вы Считаете За последний Год Изменилось Изменился Ли рынок Изменился Ли заказчик Я думаю За последний Год Произошли Скорее Эволюционные Изменения Да То есть Отрасль Растет Развивается Вместе С ней Заказчики Тоже Конечно Изменяются Ну и вместе С ними Изменяемся И мы Как Вендоры Как Поставщики Все эти Изменения Начались Скорее Какие-то Такие Серьезные Изменения Начались Скорее В Ковидную Эпоху Когда мы Все Перешли На новые Форматы Работы На удаленные Форматы Работы И здесь Конечно Изменения Более Существенные Да Вот Как раз Вы Сказали Что И вы В том числе Меняетесь Расскажите Что В компании С продуктами Произошло Нового За последний год Опять же Здесь мы Продолжили Нашу стратегию По Объединению Наших продуктов В единую Экосистему Также Мы Сейчас Заказчикам Предлагаем Не просто Отдельные Продукты Мы Предлагаем Именно Фреймворк Который Зависит От того Какого уровня Это компания Сколько сотрудников У нее есть Есть ли вообще Сотрудники По безопасности Очень многие Наши клиенты Они разного уровня И У некоторых клиентов Нет выделенных Безопасников Понятно Что для них Нужны другие решения Не такие Как Большим Крупным Энтерпрайзом У каждого Свои особенности Мы предлагаем Разный Разный Набор Фреймворков Что Чаще всего Какой вопрос Чаще всего Вам задавали Заказчики Ну Даже Участники Мероприятия Подходя На Ваш Стэн Ну Частые вопросы Так как у нас Вышли новые решения Наши Это Кума Это Сием От лаборатории Касперского Которая является Как раз Важной частью Вот той самой Экосистемы Которую мы Пытаемся Выстроить Выстраиваем Чаще всего Конечно Вопросы были По этому Новому решению Вот Также у нас Обновилось Довольно Значительное решение Сайбертрейс Тоже По нему Много Много Вопросов Ну И в целом Так как мы Анонсировали Много решений Новых В этом И в прошлом году По ним Опять же Много вопросов Отлично Я надеюсь Что вам было Приятно Участвовать В Сокфоруме Спасибо За ваше время А мы Пойдем К следующему Стэнду Но сначала Небольшой Ролик От компании Ангара Итак Компания Ангара Тимур Здравствуйте А я вот тоже Вот так вот К вам В гости Расскажите Пожалуйста Как вы Считаете Как изменился Сокфорум А вместе С ним Рынок Сока За последний год Если можно Сразу На ты За последний год Ну С онлайн Сокфорумом Сравнивать Не очень хорошо Потому что На меня там Просто мигал Большой красный таймер Что нужно Заканчивать Диалог И я видел Только камеру Перед собой Примерно Как сейчас А позапрошлогоднем Ну Вопросы Половина на половину То есть Какие-то Остаются Постоянными Потому что Определенные заказчики Лишь только Достигают Нужной стадии зрелости Чтобы задавать Более сложные Каверзные Но при этом Каверзных Становится тоже Больше Что не может Не радовать Отлично А кстати Вот раз Заговорили про заказчика Заказчик Сам по себе Он изменился За год-два Запросы Заказчиков Да Ну Ничего не является Понятное дело Постоянным Ну Это достаточно Просто Субъективной Будет оценкой Потому что Отлично Отлично Субъективная Подходит Супер Изменился Естественно Исключительно В лучшую сторону Как и все партнеры Которые здесь Представлены В лучшую смысле Просто Больше осознанности Готовности И понимания К счастью Больше экспертизы Потому что Осознанность И понимание Это безусловно Очень важные факторы В профессиональной деятельности Но Учитывая сколько Мы постоянно обсуждаем Различные вопросы Кадрового голода И других проблем В профессиональной сфере Очень отрадно Наблюдать Что уровень экспертизы Растет Потому что Опять-таки Если субъективные мнения Ок То по моему мнению Кадрового голода Никакого не существует Существует голод Экспертиза Люди есть И обучать И это заметно Меняется год от года Поэтому да Это очень отрадно Итак Рынок становится лучше Клиенты Партнеры лучше А вы Что у вас Произошло Прекрасного за год С чем вы сюда приехали У нас Несмотря на Огромное количество Идей Различной степени Тяжести Мне разрешили Объединить В рамках одного Подразделения Направление интеграции К которым я До этого Все свое рабочее время И занимался И сервисное направление Тем самым Расширить определенный Перечень услуг Ну и выполнить Ребрендинг О чем мы сегодня Как раз и говорим И о чем Куда показать Собственно Говорят все наши Новые брошюрки Вот То есть мы Объединяемся И вообще взяли Такой курс В этом году На объединение Если можно так сказать Раньше мы были Разрозненными Группами компаний У нас У нас Прошлого года Высокок Высокок Высококвалифицированных Технических Специалистов Экспертов И конечно же Регуляторов Вот Да Общение Это все-таки важно А клиенты Которые подходили К вам на стенд В течение этих двух дней Изменился ли Запрос У них Что вы слышите Сейчас И как Ситуация Отличается От того Что было год назад Ну опять-таки Да Ситуация С удаленкой Немножко Отпустила Если раньше Тренд был Все Как организовать Удаленки Какие риски С этим сталкиваются И так далее Поэтому Сейчас все-таки Уже видим Тенденцию К возвращению К классическому К классическому Как это было Да Соответственно Это Вопросы появляются Как реагировать На инциденты Как их автоматизировать И так далее Причем Эти вопросы Появляются В удвоенном формате Мы видим Да А как меняется Собственно Компания Следуя Запросам Клиентов Что у вас Нового Произошло Случилось Что может быть Такого Классного Интересного Вы рассказываете На своем стенде Ну Если говорить За этот год То в нашей компании Произошло Действительно Много изменений Продукт Очень востребован Наша компания Динамично развивается Очень прогрессивно Растет Буквально скоро Мы переезжаем В новый офис Старый офис У нас остается Под учебный центр Активно расширяемся Набираем экспертов По информационной безопасности Инженеров Программистов Собственно В этом году Меня пригласили В начале года Присоединиться к команде Я возглавила Коммерческий блок За год мы успели Сформировать Как партнерскую сеть Так Как уже ряд крупных продаж Ряд крупных заказчиков Приобрести в наш пул Спасибо большое Коллегам Что нам доверяют Как партнерам Так и уважаемым заказчикам Постараемся Вас не подвести Отлично Спасибо Кать большое Мы побежали К следующему стенду Здравствуйте А вас как зовут? Владимир Очень приятно Расскажите пожалуйста По вашим ощущениям Сокфорум Ну предположим 19-го года 20-го он был В онлайне И Сокфорум 21-го года В чем отличие? На мой взгляд Он стал уютней И как-то ближе То есть здесь Мы опять встретились Со всеми старыми друзьями Нашли новых друзей И очень классно Пообщались на самом деле Отлично Это приятно слышать Люди Которые подходили К вам на стенд За эти два дня Какой вопрос Чаще всего Вам задавали? Какой вопрос Чаще всего задавали? Наверное Как сделать Нашу безопасность Реальной Да Как сделать Нашу безопасность Практичной И в чем Мы здесь можем помочь То есть мы все Сейчас ищем Какие-то новые смыслы Откликаемся На новые вызовы Откликаемся В том числе На запросы бизнеса И вот про это Мы больше всего говорим Вы говорите Что откликаетесь А каким образом? Что в компании Значимого Случилось в последнее время? Значимого В нашей компании Именно в том Что мы стали Стратегическим партнером Позитив Технологис Мы вместе С коллегами Как раз и продвигаем Тему Историю Связанную С практической безопасностью То есть мы продвигаем Ее начиная От концепции И заканчивая Киберучениями Такими как Стендок И вот это для нас Новое Значимое То что мы действительно Можем показать Уже на месте В реальности Что же такое безопасность На самом деле Отлично Спасибо вам большое За уделенное время Мы побежали дальше Я надеюсь Что мы увидимся Еще Всего доброго Итак Кстати Я спешу напомнить Что У нас есть Телеграм Бот И вы можете Туда присылать Свои вопросы А еще Можете ответить На мой вопрос Вчера В репортаже В первом Я рассказывала О том Сколько докладчиков Вступает На этой конференции Если вы Очень быстро Вспомните Или просто Посмотрите На сайте Программы И пришлете Хотя бы Приблизительно Верную цифру То сувениры И От наших партнеров Обязательно Вас найдут Итак Присылайте Присылайте Свои ответы Компания AirVision Партнер Конференции Итак Игорь Здравствуй Здравствуйте Здравствуйте Да Такой вопросик Субфорум Вы регулярный Постоянный Участник Этого мероприятия Как менялась Конференция На твой взгляд Ну предположим Там Ну давай Прям вот Первый Субфорум И Сейчас Какие Кардинальные Изменения Ты видишь Первый Вообще Первый Субфорум Это было Инфопространство Где было Человек 300 Мы приехали Наверное Туда Как просто На какой-то Семинар Там был Реальный Как семинар А сейчас Это мощная Конференция По кибербезопасности Которых Году Две И это Одна из Главных Поэтому Самая Там В стране Первая Конференция В стране По кибербезопасности Отлично Отлично Давай Поговорим Про День текущий Вот Вы стоите на стенде К вам приходят люди Что они Чаще всего У вас спрашивали Сегодня Много Ну и вчера Наверное Много вопросов Было Про то Что новое Появилось В прошлом году Конференция Была Онлайн И Не было Личного общения Не все Можно рассказать По Зум Чат Зум Общению Или На созвонах Поэтому Спрашивали Расскажите Детально Что Какие новые Продукты Какие функции Выполняют Новые продукты Что вообще Какие есть кейсы У вас Какие новые заказчики Что поменялось Все хотят Узнать Что случилось В компании Что появилось Новое Поэтому Все пришли сюда С новостями И Я Не исключение Так Что У вас Случилось Снова Расскажи Ну Во-первых В прошлом году Мы тоже Участвовали Онлайн Но Стендов Не было Стенды Были По-моему Тоже Онлайн И В этом году Мы пришли С новыми Продуктами Мы анонсировали Threat Intelligence Platform 2.0 Мы Начали делать Свой Фид И Про это Сегодня У нас Были доклады Мы про это Рассказываем Конечно У нас Увеличилась Команда Мы удвоились Наша команда Стала В два раза Больше И Наша команда Удвоилась И на Мероприятие То есть Мы Здесь Присутствуем Больше 20 человек Наша команда Вот Количество продуктов Команда И Заказчики Мы тут В таком Центральном месте У нас Очень классное место И мы сделали Такой стенд Чтобы поместились Все То есть Это такой Куб Который позволяет Вместить Разное количество Заказчиков Огромное количество Их реально много И Мы только сейчас Поняли Насколько Увеличилось Количество Заказчиков Которые Используют Новые продукты Они здесь Все помещаются Потому что У нас Центральное место И они Постоянно Заходили к нам Это конечно Не может Не радовать Да Я вижу Что ты Доволен Хоть и уставший Да Это Это прекрасно Слушай Игорь Спасибо большое За время Мы побежали дальше Все Давайте Удачи Мы переходим К следующему стенду Это компания Судорожно Закрывать Ноутбуки И прятаться Прятаться От камер Тимур Очень приятно Расскажите Пожалуйста Вы На соку форме До 19-го года Были? До 19-го были Со стендом Да Собственно Первый раз Когда Компания Расскажите Расскажите Что было Тогда Что Сейчас Какие Различия У нас Или в целом У соку формы Пока У соку формы До вас Мы еще Дверим Как Не поменялось Место проведения Да Здесь Не оригинален Публика Стала Более Зрелая Что Лет Скажем Год от Года Заказчики На конференции Становятся Более Зрелые Кстати Да Да Я Хотела бы Узнать С какими Запросами Сейчас Приходят Клиенты И В общем В чем Выражается Зрелость Ну Запросы В целом Чем мы Занимаемся Чем мы Можем Помочь Это Такого Общего Характера Но Существенно Увеличилось Количество Вопросов Так Назовем Продвинутые Услуги Не Просто Сок А там Услуги Класса Менедж Детекшн Респонс Или Реагирование На инциденты Уже Когда Клиенты Порешали Какие-то Свои Базовые Задачи По Мониторингу Они Хотят Идти Дальше И таких Клиентов Становится Год от Года Все Больше 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 По вопросам Которые Задают А сам Клиент Как он Поменялся За последние Два Года В каком Плане Раньше Так Вот вы Говорите Что Сейчас Приходят За более Какими-то Продвинутыми Услугами А с чем Это Связано Я уже Сказал Да Но Повторюсь Растет Зрелось Рынка В целом Все Начинает Понимать Что Они Хотят Как Они Хотят То есть Не Просто Мы Хотим Сок Кто То Уже Попробовал Сок От разных Сервис Провайдеров Может Как-то Сравнить Понимает Что Хочет Критерии Выбора У заказчиков Формируются Я поняла Так Как Компания Бизон Собственно Отвечает На эти Новые Требования Рынка На новые Требования Заказчиков Что За Последний Год Значимого Знакового Случилось Ну Случилось Очень много Всего Компания В целом Росла По всем Направлениям Если Говорить Конкретно Про Security Решен Центр То Наверное Из Самого Значимого Это Как раз Запуск Но Новой Услуги То есть У нас Изначально Была Услуга Сок Классического Формата И В течение Года Мы Запустили Еще Услугу Manage Detection And Response В какое-то время Это у нас Было Две Отдельных Услуги Но Мы Не так Давно Поняли Что Зачем Какой Смысл И Противопоставлять Друг Друг Как Это Делается Сейчас На Рынке Мы Просто Эти Услуги Объединили И Представили Под Новым Брендом Fred Detection And Response Поэтому У Этой Услуги Наш Стенд И Посвящен Пару День Назад Как раз Мы Это Анонсировали Пару Слов Поподробнее Можете Топ Три Самые Главные Вещи Которые Нужно Знать Об Этой Вашей Новые Услуги Ну Вещь Вещь Номер Один Это Объединение В себе Подхода Классического Секюрид Центра И МДР Сейчас Посмотрим На рынок Есть отдельный МДР Провайдер Есть отдельно МССП Соки То Мы В рамках Этой Объединяем Принципы И подходы Обоих Таких Вот Игроков Такого Типа Это Наверное Самое Главное Номер Два Мы Все Понимаем Что Зрелость Заказчиков Разная Потребности Разные Решаемые Задачи У всех Разные Поэтому В рамках Этой Услуги Мы Выделяем Четыре Уровня В зависимости Начиная С уровня Вижн Это Такой Сок Начального Уровня И заканчивая Панорама Промежуточный Уровень И Хорайзен И Фокус В зависимости От задач Заказчика И его Зрелости Он может Выбрать Подходящий Себе Уровень Это Номер Два Номер Три Помимо Классических Задач Для Сок Мониторинга И выявления Инцидентов В рамках Этой Услуги Мы Делаем Может Это Звучать Как Нечто Сказочное Но Мы Предсказываем Появление Инцидентов В будущем Ну За счет Того Что Мы Непрерывно Анализируем Состояние Инфраструктуры И пытаемся В ней Искать Какие-то Недостатки Которые Сейчас Они К инциденту Не приводят Но В будущем Атакующих Может Использовать Для того Чтобы Инцидент Совершить Хорошо Я поняла Ну И Наверное Напоследок Господи Как вы Тут Стоите Я Не могу Меня Прямо Гипнотизирует Эта рамка От Positive Technologies Ужас Так вот Последний Вопрос Даже Не вопрос А просто Поделитесь Впечатлениями Пожеланиями Для организаторов На будущий год Что Что еще Надо сделать Сокфорумом Чтобы он Был еще лучше Точно Не повторять Опыт Двадцатого года С онлайн форматом Все мы уже Устали от онлайна И хочется Как бы уже Офлайн Хотелось бы Чтобы Ситуация в мире Не ухудшалась Мы также Остались в офлайне К сожалению Организатор В общем Бессильно По-другому Да даже не знаю Все хорошо Нам все нравится Это вообще Прекрасно Ребята Ребятам Все нравится Спасибо вам Большой Тимур Мы Пойдем Дальше Компания Бизон Выступила Партнером Форма Ключевым Партнером И мы Переходим К следующему Стенду Который Меня Как раз Таки Гипнотизировал И Сейчас Мы С кем-нибудь Поговорим Коллеги Здравствуйте Ты же был Наверняка На предыдущих Сокформах Не был Отлично Значит Следующий Вопрос Наблюдал Наблюдал Это Отлично 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 Расскажи Пожалуйста Вот Вы тут Постояли Два дня К вам Подходили Люди Что-то Спрашивали Как За последний Год Поменялся Ли запрос От заказчиков В вашу сторону Ну как У нас У нас продолжается Получается Какая-то Движуха Такая Которая Была Мы То что делали То и продолжаем Делать Но появилось В этом году И как бы И новое Ну и соответственно Люди приходят После вот этих Анонсов Которые мы делали Да То есть По системе Метапродуктов О2 То есть И узнают Что это такое Всех интересует А как это Что это Вот в общем-то Основные вопросы Про это Ну в общем-то Как бы Стенд сделали Довольно-таки Лаконичен Лаконичным Представили Где есть О2 И Вием Да То есть О2 Это как бы Такая система Грубо говоря Которая Заменяет Эксперта Потому что Есть Ну жесткая По-честному Скажем Жесткая Нехватка кадров То есть Чтобы обучить Как-то Это нужна практика Это очень много всего нужно То есть У нас есть Некоторые опыты Которые мы хотим Передать Соответственно Через Некоторые продукты Вот чем Собственно Является Метапродукт О2 Вот Ну и опять же Спрашивают Что как у вас Год прошел Там да Вот это все То есть Новый Да Вот нет Кстати Ну это Ну это Не в нашей компетенции Мы как бы Не особо отвечаем А по технике Вообще Как бы без проблем Вот И что еще Интересного То есть Год у нас был Бешеный Получается То есть Там два Стенд-оффа Мероприятия То есть Потом мероприятия По взлому Нашей инфраструктуры Опять же Нашу инфраструктуру Защищала Вот как Метапродукт О2 То есть Это совершенно Первое Как бы Открытое Мероприятие По Как это Открытое тестирование На проникновение Живой инфраструктуры Да Вот То есть Вот это было проведено Опять же Куча инцидентов Ну то есть Я конкретно Занимаюсь Да Расследованиями Эксченджи Вот постоянно Вот люди обращаются Реагируем Пытаемся Делаем все возможное Прокачиваем продукты Вот Делаем Общее наше дело Повышаем защищенность Наших заказчиков Возвращаясь Там к второй части Второго вопроса Как изменился ли Запрос от клиентов Ну то есть Там скажем Год назад Они хотели Одно А теперь они хотят Кардинально другое Или Конечно Да Изменился То есть Все больше Больше ориентированность На практику Все хотят Как это конкретно работает Да покажите Расскажите Соответственно И заказчики Уже больше Технически Подкованы Вот И поэтому Как бы И запросы соответствующие Не просто Там какая картинка Да А еще Как это под капотом Как это все работает Как это будет функционировать Люди хотят понимать Вот Наверное Вот это основное изменение Отлично Стенд у вас Чумовой Очень яркий И А вот Как раз Привет Алексей Скажи пожалуйста Джеты Всегда мне кажется Да В сокфоруме Участвовали Что ты видишь Самое важное Что изменилось В сокфоруме Как бы это не было странно В сокфоруме Сок уже перестал Интересовать Посетителей То есть Больше интересуют Технологии Больше интересуют Даже команды И их опыт В борьбе С киберинцидентами Пожалуй Это наверное Самый главный Сейчас фокус Интересно Интересно Слушай А есть Какое-то Ощущение Впечатление Что изменился Заказчик На рынке Или нет Вот Если лет пять назад Нужно было убеждать Вообще людей Что сок Как необходим Зачем он необходим Что нужно бороться С инцидентами Потом Были года Когда было достаточно Много шуток Когда уже там Осознание приходило Сейчас уже Вполне рабочий Конкретный интерес Это борьба С киберинцидентами Уже фактически Не осталось Тех заказчиков Которые считали бы Что Это не важно Что с этим Не нужно бороться Просто уже Повседневная реальность И действительно Угрозы настолько Велики Для бизнеса Для информации Для конкретных Персоналей Что уже Люди занимаются Конкретными Перекладными вещами И хотят Конкретных Результатов Уже от сока Это же отлично Это же прекрасно А если Вот я с коллегами На других стендах Общалась Многие Обычно говорят Что Пандемия Заказчика изменила Вот у вас есть Понимание Или нет Ну во-первых Опровергни Опровергни Скажи Нет Все не так Мы считаем не так Как и любой Кризис Я думаю Пандемия Это такой Своеобразный Кризис Вообще Человечество Она сначала Какие-то сложности Принесла А потом Существенно Изменила И улучшила Вообще Людей Вообще Жизнь Я думаю Мы выйдем Из этого Существенными Улучшениями Все И Собственно И среди Заказчиков Люди стали Более Свободно Мыслить Интерактивно Они стали Ну естественно Удаленная работа Очевидно Поменяла Некие Виктора И Тренды С точки зрения Угроз Конечно Стало больше Определенного Вида Мошенничества Конечно Размылся Периметр Инфраструктуры Это все Как бы Понятно Самое главное Что Суть Как бы Ежегодный Рост Угроз Он в принципе Как был Так и остался Поэтому С точки зрения Безопасности Глобально Наверное Ничего не поменялось С точки зрения Людей Поменялось И Те Кто Собственно Реализует Защиту Те Кто Непосредственно Защищается Достаточно Большие Изменения Я думаю Что В течении Несколько Лет Это только Еще будет Укрепляться Тренд Отлично Расскажи Пожалуйста У вас Очень интересный Персонаж Второй день Я наблюдаю За ним Это что значит Есть такой Сейчас Популярный Сериал Игра Кальмара Да Есть возможность У всех Сыграть в игру Но нужно Быть очень аккуратным Я не смотрела А что Ты сыграешь В игру И Ну Можете подойти Узнать Я боюсь На самом деле Все будет хорошо Если вы победите То будет Приз Если проиграете То тоже Все будет хорошо Столько вы мне Подыграете Слушай Вот мы поговорили Там и про рынок И про заказчиков Ну а собственно Компания Это как поменялась Как она на все Вызовы Отвечает Вот многие Процессы у нас внутри Которые мы изначально Долго к ним готовились Да Они для нас сейчас Нам пришлось На них перейти Ну Начиная с пресловутой Удаленки Заканчивая Нашими там Процессами Как мы реализуем Мы перестали бояться Удаленной работы Есть определенные Сложности С Адаптацией Новых Работников Да Поэтому мы Для этого тоже Определенные Скажем так Процессы у себя вводим Вот Но Я думаю Что в целом Вот если так В общем сказать То компания Из этого вышла Сильнее То есть Мы смогли Кризисные моменты Переодолеть И у нас достаточно Серьезный рост Компании Там И с точки зрения Компетенции С точки зрения Количества заказчика В принципе Нам это Вот в итоге Пошло на пользу А по продуктам Что-нибудь новое У вас Появилось За последний год Два Ну Да Вот если мы раньше Занимались Просто соком Да В основном Мониторили инфраструктуру Внутри Сейчас у нас пошел Такой тренд И в том числе Удаленка И вот эта вся Пандемия Этому способствовала Количество угроз Снаружи ежегодно растет Тут можно сравнить Так С кораблем Да Который там вышел Из более-менее Спокойного озера Да Там в море То есть Штормит снаружи Все сильнее и сильнее И даже каждый человек Персонально На себе Это может ощутить То есть Постоянно Мошенники Фишинговые сайты Постоянно Вот этот Весь новостной фонд Это все Сноется все Более-более критичным И для организаций Сок изначально Да Он смотрел Что происходит внутри И с каждым годом Сейчас будет все Более-более важно Смотреть Что происходит снаружи Ведь контекст Присходящий снаружи Это утекшие Там не знаю Учетные записи Информация Спрос Какой-то информации Да Ну и так далее Да И какие-то действия Ведоносных группировок И мы как раз Реагируя на это Изменение ситуации Мы начали развивать Целую сеть Целый набор Наших сервисов Экспертных То есть Сервисы защиты бренда DRPS Сервисы киберразведки То есть Тоже смотрим ИБ ландшафт Вокруг организации Ну и некоторые Другие сервисы Такие Киберкриминалистика Да То есть По следам Критичных инцидентов Если они все-таки Произошли То есть мы Вот наш сок Сделали такую Обвязку Вокруг него Интересных Экспертных сервисов Классно И я думаю У нас есть еще Одна минуточка Что-нибудь Пожелать На следующий год Сказать Ребята Давайте Надо Субформы Вот добавить еще Вот это Чтобы он стал Прям вообще Бомба Вот очень Зашли на мероприятие Мне и многим Кто скажем так Коллег здесь Присутствовал Такие живые Общения Да То есть живые Дискуссии Острые дискуссии Когда На одних и тех же Круглых столах Там пич сессиях Были и заказчики И представители Значит Власти И представители Непосредственно Там компаний Экспертных И вот такое живое Общение Когда прям Напрямую Без всяких Там Ну с цензурой Но без всяких Ограничений Острые вопросы Друг другу задавались Очень интересно Плюс Я сказал уже Что сам СОК Уже не настолько Интересен Сколько Как технологии Люди Вот рассказывать О командах О том Что они исследуют Да То есть Вот это Очень тоже интересно Да Поэтому я вот Хотел пожелать Чтобы в этом направлении Развиваться Что делать форум Более живой Он и сейчас живой Да Но сделать В этом направлении Развиваться Да И вот Рассказывать Про конкретные Исследования Да Вот это будет Очень интересно Отлично Прекрасное пожелание Я считаю Спасибо Алексей Большое Да Это была компания Инфосистема Джет Которая выступила Ключевым партнером Форума В этом году А кстати Я на всякий случай Напомню Что у нас же Есть Телеграм Бот Куда вы можете Написать ответ На мой вопрос Сколько Докладчиков У нас было За два дня СОК форума Если вы Напишите Хотя бы Приблизительно Правильную Цифру Мы Вам Мы вас Найдем Во-первых И обязательно Что-то Подарим Я вижу Есть вопрос К компании Перспективный Мониторинг А мы сейчас Как раз Пойдем К их Стенду Здравствуйте Коллеги Так Расскажите Что нового Появилось В вашем Центре Мониторинга За 2021 Пологом То есть И пошли В глубину Для улучшения Наших сервисов И тут В этом году Можно сказать Мы Разработали Новую систему Управления Инцидентами И сейчас Ее В пилотном Режиме Внедраем Наших Заказчиков Думаем Что До конца Второго Квартала Следующего Года Уже Всех Переведем На новые Рельсы Ну Это Как бы Основные Моменты Прекрасно Немножечко Про Заказчиков Раз уж Последнее Слово Было Как раз Про них Как вы Оцениваете Как Изменился Изменился Уровень Зрелости Заказчиков Уже Начинаю Заговариваться Ну Наши Заказчики Они Достаточно Сильно Распределены По стране Есть И Которые В Москве И В регионах И за Уралом То есть Такая Скажем Картинка У нас Наверное По всей Нашей Большой Стране Надо Отметить Что В этом Году Тенденция Сохранилась И заказчики Лучше Понимают Что же Такой Сок Какая Роль Наша Какая Роль Их Как Заказчика Как Нужно Реагировать На инциденты Вместе Но К сожалению Можно Еще Отметить Факт Что Во многих Организациях Эти Специалисты Технические Со стороны Заказчика Они Выполняют Роль По информационной Безопасности И плюс Еще Какие-то Роли Поэтому Конечно На качество Взаимодействия Это сказывается И мы Здесь Стараемся Максимально Снизить С них Нагрузку За счет Автоматизации За счет Определенных Плейбуков Как Нужно Четко Реагировать На те Или иные Скажем Стандартные События Поэтому Нехватка Кадров В регионах Она чувствуется Очень Очень И очень Сильно Поэтому Ну мы Как Можно Как сказать Понимая Заказчика Стараемся Вот Эту Учитывать Мне Кажется Мы Вот Сколько Интервью Сегодня Брали И Кадры 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 Божечки Если бы У меня Родился Сын Я бы Отправила В информационную Безопасность Но Дочь Не Обещаю Не Не знаю Там Хорошо Ладно Дочь Прости Итак Давайте Еще Пару Слов Поподробнее Расскажите Про Киберполигон Empire Это Что это Вообще Дань Моди Мне кажется Сейчас Да 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 Решили Хайпануть Или Все таки Есть Какой то В этом В этом Философии Мы Оказались Вот Связаны С киберполигоном Еще до Хайпа Первые Наши разработки Это 16-17 год Про киберполигон Еще никто Ничего не говорил Ну Нас Так просто Судьба свела С определенным Заказчиком Который Сказал Хочу Вот такую Штуку Мы Ее Сделали Потом Поняли Что Это Используется Заказчиком Это Хорошо Дает Скажем Представление Молодым Специалистом Как Нужно Работать С Инцидентами И Решили А давайте Мы Сделаем Используя Наш Накопленный Опыт Собственный Продукт Который Скажем Архитектурно И Методологический Будет Это Самого Заказчика Втором Квартале Следующего Кода Прекрасные Планы Я Желаю Чтобы Они Все Обязательно Осуществились Спасибо Большое Это Была Компания Перспективный Мониторинг Коллеги Вы Выступили Также Ключевым Партнером Нашего Форума И Что Я Хочу Вам Сказать Вот Мы С Вами Незаметно Скоротали Часок Пробежавшись По Все Выставки И Было Много Интересных Мнений Информации Так Давайте Посмотрим Так 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 Какие У нас Есть Вопросы Есть Ли У нас Вопросы Нет Вопросов У нас Нет И Поэтому Я С Вами Прощаюсь